Привет, ребята! То, что вы видите, то, что я лежу в кровати средь бела дня, дома нет ребенка, мужа, просто одна, вольна делать, что хочу. Это такое было со мной, наверное, дофига, подой, так, да? Короче, мама забрала Аню. У меня есть причина грустить из-за того, что заканчивается лето, а есть причина радоваться, что заканчивается лето, и начинается осень, учеба, потому что моя мама наконец-то будет в Москве и будет мне еще больше помогать с Аней, чаще ее забирать, гулять. Я, если честно, уже скучаю по Ане, постоянно маме пишу, каждый полчаса спрашиваю, ну как дела, как Аня, спит, проснулась, напиши, когда проснулась и так далее. Просто потому, что мне интересно, я привыкла, что я всегда в курсе, как, что, а тут вот лежишь и не можешь себе место найти. Короче, у меня полно миллионов, миллиардов дел домашних, и я специально накрасилась для того, чтобы снимать вам сегодня влог домашний. Я подумала, что я в последнее время редко снимаю дома и имею что рассказать, показать. Вот, не знаю, кому-то будет это интересно или нет, ну кому-то будет интересно. Я иногда люблю посмотреть, кто как живет, у кого что изменилось, какие-то советики, может быть лайфхаки. В общем, жизнь покажет, посмотрите, нет, но у меня есть какой-то порыв, мне кажется, я не так уж много в последнее время снимаю влоги. Не знаю, почему у меня такие мисли. Короче, сегодня, как всегда, решаем какие-то вопросы по стройкам, по ремонтам. Началась с нашим строителем по поводу дачи, спрашивала, когда он к нам возвращается, что нам нужно. Сказала, что давайте тогда начнем на улице что-то делать, пока на улице еще тепло, потому что нам надо что-то покрасить, и надо, чтобы пока не было дождей, сделать эти работы. Спросила, что нам надо для каких-то работ, нужно ли нам сейчас что-то заказать, когда он приедет, чтобы все, ну, прошло замечательно. Сегодня к нам приезжала Аница, занималась с Аней, делала ей массаж, у нее была зарядка, тренировка, потом она сделала мне массаж, сейчас вам покажу, как выглядит наша та комната, что у нас там изменилось, добавилось. Сейчас покажу какие-то наши новые игрушки для Ани, потому что это для меня как будто бы тоже игрушки. Я сама получаю от этого удовольствие. Я прям кайфую, что вот у нас есть такие игрушки у Ани, которые вот мне самой нравятся, именно то, что они у нас есть. Может быть, Ане даже не так сильно они интересны и нужны, так не знаю, даже не понимаю сама, что ей нравится, что интересно. Короче, в смысле, я знаю, что ей нравится, но не такое количество игрушек, как у нас есть, это 100%, столько игрушек не надо. Сегодня мне должны привезти новую камеру. Это как бы снимает, все окей, но иногда она жестко лагает и просто экран, который поворачивается так хоп-хоп. Вот когда мне приедет новая камера, может, я вам еще хорошо смогу показать на ней, если она сегодня приедет, хотя обещали, что сегодня привезут, но я сомневаюсь, мне кажется, завтра ее доставят. В общем, если говорить про дела, мне в субботу сюда прислали документы по поводу нашей мебели в квартиру, их нужно подписать. Что-то у нас там уже подписано, мы когда на квартире встречались, обсуждали мебель, что-то подписали, что-то не подписали, плюс финальная, заключительная подпись нужна. Эти документы прислали из Питера, потому что там находится наша мебельная компания. Вся мебель в квартиру нам обходится в 4 миллиона. Это просто сумасшедшие цены. Я когда все это как бы смотрела, файл с ценами, я была просто поахеря. Господи, что это за супер-пупер навороченный бренд такой? Ну, понятно, хочется качественную мебель, потому что некачественная у нас и так есть. Мы знаем, как она выглядит, как она себя ведет, и потом нервы трепет на протяжении многих лет. Поэтому, блин, у нас вот здесь, в этой квартире, очень много мебель. На заказ делал один человек, которому мы много лет обращались для всех наших квартир, ремонтов. Там, брату, бабушке меняли, там, кухню, шкафы. Ну, короче, очень много всего у него заказывали. И на заказ все бы ничего, но качество нормальное, нормальное. И цены нормальные. Ну, не сказать, что прям пушка, бомба, чтобы вот прямо сказать, что восторг. Про кухню, про нашу, вы точно знаете, что она вся нафиг разваливается, скрипит. Там уже что подкручивай, что закручивай, фигня полная. Да, я могу сделать скидку на то, что этой кухне уже, там, не знаю, лет... Подожди, мне было 17 лет, когда мы здесь все закончили, я сюда въехала. 10 лет? Я все время думаю 8. 10 лет вот этому шкафу. 10 лет, он как бы норм. Чему еще? Да вообще много чему. Ну, мы тут, конечно, новое поменяли. Ну, короче, гардеробная в новой квартире у нас вообще что-то там, типа, в миллион вышло. Но почему? Потому что там выдвижные ящики всякие с крутыми, дорогими системами. Двери там не из говна и палок, ручки у нас дорогие, красивые. Ну, рейлы, наверное, уж не так дорого. Ну, полки понятно, но вот по сути вот эти вот выдвижные системы, плюс мы еще взяли 4... Мама пишет. 4 ящика обычных выдвижных и 4 ящика стеклянных, они еще дороже. Да, все это дорого, очень дорого. И я так думаю, не, ну это же капец, это как вообще возможно? А потом, когда я начала все прикидывать вот в реальных ценах, и то, что сейчас, ну, все дорого, я поняла, что и нормально. Ну, типа, у нас кухня вообще не сказать, что дорогая в новую квартиру. Что-то там 700 с чем-то тысяч. Да, это много. Я согласна, кухню можно и за 100, и влюра Мерлен, я не знаю, сколько они там стоят, не смотрела. Но, учитывая, что у нас она все-таки как бы из хороших, дорогих материалов, более дорогих, ну, даже чем тут у нас кухня, кухня, которая у нас здесь, если я не ошибаюсь, ну, по тем временам, конечно, все равно цены разные, ну, типа, 1250 максимум она стоила. Все-таки, ну, у нас там, блядь, все дверцы, такая одна сякая, другая скрипучая, другая там какая-то такая. Ну, короче, понятное дело, что платишь еще за разные механизмы более дорогие. Вот, поэтому вроде как типа 700 тысяч кухня, она у нас довольно-таки большая, плюс у нас там все встроенное должно быть такое новомодное, она в потолок у нас. То есть это же тоже доплата какая-то, вот, всякие выдвижные штуки, у нас там есть система такая, что у нас в углу кухни будет открываться и выезжаться. То есть не надо будет залезать в угол кухни вот так вот в стену внутрь. Ну, короче, типа, должно быть прям шикарно. Не знаю, посмотрим. Плюс мы когда выбирали материалы внутри кухни, я думала, что, ну, как привычно, сверху она, например, у вас такая, а внутри белая. И я думаю, ну, как же, надо же белую, наверное, внутри. Он говорит, ну, вот, у нас есть возможность сделать кухню внутри в цвет фасадов, то есть она будет прям идентична внутри, это как бы дороже, это лучше, премиальнее выглядит. Я такая, а, да, давайте такая, но я же не разбираюсь в дорогих ремонтах пока. Вот, но я уже близка к этому люксу. Короче, нам и тут хорошо живется, мы здесь счастливы, все такое, ну, понятно, как бы, квартира мечты там, да, нас ждет где-то там. В чат написали, что 20 сентября, ровно через месяц, сегодня 20 августа, у нас должны устанавливать в квартире мебель этого. Я очень надеюсь, что так и будет, ничего не изменится, потому что, я думаю, за один день, я не знаю, они за один день-то установят сюда, вряд ли. Ну, типа, гардеробная, кухня, в кабинете шкаф, в детской шкаф, ну, то есть шкафы даже, в детской еще там напротив кровати, напротив шкафов тоже есть небольшой шкаф и эти, типа, полочки, ящики выдвижные, ванна, туалет, точнее, один санузел, другой санузел, там у нас тоже есть мебель. Ну, там не очень много, конечно, мебели, по сути, но все равно, я не уверена, что это за один день сделают. Короче, суть не в этом, это сделают, это класс, вот если 20, короче, вот, в смысле, на мысли прыгаю, я просто надеюсь, что в декабре я там буду, блять, жить, у меня просто уже реально, я не знаю, ааа. Если нам в сентябре, даже в конце сентября все там по мебели делают, ну, вообще-то мы можем туда въезжать, все отмыть и мы можем переезжать. И я на это очень рассчитываю, надеюсь, но я думаю, что пока мы прям финально не закончим, не знаю, мы, наверное, туда не будем прям переезжать, потому что хочется уже финально все там сделать. Я не знаю, как это будет, мы будем переезжать, ну, плавно, сначала перевезем самое необходимое, потом в течение, там, двух недель, условно, будем по чуть-чуть привозить, разбирать, раскладывать, чтобы не было такого, что сразу весь дом захламил и живешь просто где ходить, куда идти. Я пока не понимаю, потому что это будет первый мой серьезный переезд в жизни, да, ты прям весь дом перевозишь с мужем, с ребенком, то есть, когда я сюда заезжала, будучи 17-летней девочкой, уже такой взрослой, самостоятельной, у меня как-то все легко было. Ну, да, вещи перевезли, ну, там, софтбокс, компьютер, ну, как-то вот я не помню, чтобы это было прям, знаете, какой-то вот сложный такой переезд, что я тут месяцами разбиралась в вещах, вообще такого не было. Я поэтому сейчас, последние там, уже на протяжении месяца в этой квартире потихоньку разбираюсь, выкидываю, отдаю, что-то мы увозим на дачу к моей бабушке, откуда мы потом повезем в нашу дачу. Все время хочется назвать место нашей дачи, типа город, ну, короче, туда отвезем. Да, конечно, на даче потом тоже разбираться много придется, причем еще больше, но там как-то вот, мне кажется, проще, вот реально, летом, надеюсь, мы там сможем уже тусить, и мы просто перевезем, и вот я буду там все потихонечку разбирать, Анютке уже будет два года, она уже будет прям постарше, будет уже попроще, как мне кажется, хотя не знаю. Но все равно, все равно прикольно, вот сейчас даже с Аней настолько становится интересно и легко, вот в плане жизни бытовой, то есть я могу что-то разбирать, она будет смотреть рядышком, участвовать, да, где-то мешать будет, что-то там брать, что не надо, что опасно может где-то. Но все равно уже реально становится прям интересней с ней, вот как с человеком таким, и это, конечно, здорово, поэтому я думаю, что классно, очень все классно. Такая странная, такая спешная. Я за кадром в своей реальной жизни, где я просто мать-человек, бывает такая старшая, замучена какая-то, как все идет по жопе, почему здесь не получается, почему там не получается. Когда я снимаю влог, говорю, ах, жизнь прекрасна. Я даже не знаю, почему так, но просто как будто бы, когда я рассказываю наши планы, свои какие-то мысли, вообще то, что происходит, чем я занимаюсь, я как будто бы сама слушаю себя со стороны, как будто бы я сама себе зритель, и я думаю о том, что, блин, да все реально классно, вот что я там бывает, где-то там устаю. Ну, да нет, на самом деле у меня сейчас хороший период, я просто обожаю свои влоги, потому что просто настолько они у меня, мне кажется, разные, ну, типа один влог, как меня все бесит, просто такая все злая, но негативен, на каком-то супер раздраженная. Потом какой-то период, ах, девчонки, любите себя, вот, поверьте в себя, пусть у вас все получится, жизнь вообще классная, прекрасная, чудесная, гуляем, как вы, вот я угораю с тебя. Ребята, хочу вам сказать, что если вдруг вы не посмотрели мой влог на Рутюбе, который у меня вышел там эксклюзивно, то обязательно посмотрите, ссылку оставлю в описании, потому что этот влог это просто, мне кажется, один из самых интересных влогов, которые я когда-либо снимала. Там мы отмечаем годовщину свадьбы в ресторане с нашими родителями, там я болтаю со свекровью, и мы делаем с ней распаковку вещей, которые заказывала Анютке. Ну, короче, очень такой насыщенный, интересный влог, там разборки на детской площадке, я рассказала, что произошло, какая произошла ситуация интересная. Фотосессия Ани и много-много чего другого, я уже даже не помню, потому что там столько всего, столько дней событий, я там мою окна дома. Ну, короче, посмотрите, я уверена, что всем понравится на любой вкус и цвет, и домашние, и рестораны, и гулянки, и разборки. Как всегда, Том со Славой поругались и рассказывал наши домашние бытовые дела. В общем, рекомендую к просмотру. Если вы, кстати, смотрите вот этот влог, который сейчас прям вы смотрите, то, скорее всего, мы находимся в Грузии, где я тоже снимаю влог, который тоже у меня эксклюзивно выйдет на Рутюбе, поэтому обязательно переходите, подписывайтесь и смотрите нарезку влога с годовщины и то, что я вам сейчас рассказала. Так что переходите, смотрите. Что ты думаешь по поводу второго ребенка? Состояние, что вот еще чуть-чуть я вообще могу заплакать. Давай вместе следить за своим здоровьем и быть до конца вместе, и встретим старых. У меня стопудово какой-то ОКР. Я сегодня поеду делать глупые. Какая Юля-пушман мать, ее ребенок плачет, она выключает мозг. Котлеточка с тюрешечкой. Ой, ты мой коротенький. Мы вышли с площадки, там началась разборка питерская среди детей и мам. Я в этой разборке участвовала. Очень хочется мне дожить и прийти в очередной раз на такую годовщину, а там сидят еще одна кнопочка, еще одна кнопочка. Хочу ли я быть красоткой? Да. Сделает ли это меня красоткой? Да. Привет. Мы купили билеты в Грузию, как вы знаете, и все бы ничего. Мы даже заплатили дополнительно там за улучшенные места в первом ряду, потому что с ребенком, ну, конечно, нам так комфортней. Вот, заплатили за эти места, сидим такие со славой. Думаю, а, гля, полетим, шикарно. Еще три с половиной часа всего лететь, а не пять там с хером. Ну, реально класс. Будет так комфортно, так классно. Мы еще полетим в Грузию с моим папой, с Юлей, его женой, с моими двумя братьями, Мишей и Тимуром. И еще моя бабушка Надя поедет в Грузию. Вот, мы большой компанией ели. Мы специально договорились и взяли билеты на один самолет в один день, на один рейс, но вернемся мы раньше, чем они. Вот, они там подольше задержатся буквально на четыре дня. Вот, мы решили, что нам хватит столько дней, сколько мы запланировали. Мы все-таки едем туда нормально, типа даже, ну, не на неделю больше. Так что, что я там говорила? И, смотрите, история повторяется. История с Турцией у нас повторяется. Меняют самолет, и нам занят Славе, и говорят то, что как бы вот места, которые ты купил и выбрал, иди-ка ты нахер. Тебе надо обращаться в ту компанию, где ты покупала эти билеты, менять, делать заявление, чтобы вернули средства, потом новые себе билеты, места оформлять. И, типа, срок вот этого всего Слава уже узнал от трех до девяти дней. Просто, чтобы вы понимали, нам через восемь, да, нам через восемь дней улетать. И, ну, типа, где мы будем сидеть, когда туда прийти, ну, одному только Богу известно. Может, где-то в жопе самолета, может, мы хорошо сядем, я не знаю. Но мы, как бы, планировали сидеть в первом ряду, за что дополнительно заплатили деньги. Ну, как всегда. Вот я не понимаю, какого хрена вы мне объясните. У меня столько претензий, если честно. И это, типа, знаете, как будто бы кто-то скажет, ну, мы сами виноваты. Ну, чего мы не виноваты? Как мы могли быть виноваты? Сейчас с самолетами вообще... Это, получается, в этом году, вот мы вернемся с Грузии, больше мы никуда в этом году, понятное дело, не планируем улетать. Вот, потому что мы вообще свою норму перевыполнили. Три раза в этом году мы путешествовали. В марте мы полетели в Дубай. Потом вот сейчас в июнь, да, в июне, в конце июня мы полетели в Турцию. Ну, вы знаете. Так, заказала недавно этот кресло для массажа от Ямабучи. Красивый, тяжелый, к нему там всякие комплекты шли. У меня это все не надо, сейчас я это все под кровать запихну. Так, клевые всякие тут комплекты есть. Можно, там же дырка для башки есть, и можно еще тут стол прицепить. И ты можешь телефон поставить, смотреть, что-то пока тебе массаж делать. Класс. Вот массажи я люблю, конечно. Всегда мечтала массаж, и только когда у меня родился ребенок, я смогла, наконец-то, получать массаж. Ну, потому что, как бы, для ребенка точно соберешься, вызовешь массажиста, занятия, все. Потому что ребенка ты больше любишь, чем себя, как правило. И для него больше готов что-то такого делать. Потому что, ну, это неправильно, конечно. Ну, неправильно в том плане, что на себя не надо забивать. Но вот то, что касается Ани, мы резко встаем, едем, записываемся. То есть никогда ничего не откладываем вот так вот, да, то, что связано с нашим ребенком. По здоровью что-то сдать, анализы проверить сразу. Вот как надо, так идем и делаем. Про себя? Ну, вот пока ты не начнешь подыхать, ты не пойдешь к врачу. Ну, это, конечно, неправильно. Неправильно. Я, наконец-то, дала анализы. Не помню, рассказывала вам или нет. Наконец-то я это сделала. И мне уже моя девочка, с которой мы обсуждали всякие витаминсы, анализы, и вообще мое состояние, она мне уже назначила какие-то витамины. Прям большой список написала, как что принимать, в какой последовательности. Но мне нужно теперь это все где-то заказать. Теперь заняться этим вопросом. Так. Я, конечно, просила, но дофига не вижу. Ну, что ж, девчонки, я рассказывала вам историю про, как это называется, обувницу, которую я заказала, жду, мне звонят, говорят, что ее сделают только 20 сентября. Ну, чтобы вы понимали, у нас 20-22 сентября ее только привезут, 23-го соберут. Я там с сайта какого-то заказала, но она такая красивая, классная, все лучше вот этой, которую я сейчас покажу, расскажу. Вот. Дорогая вся такая прям. Ну, классная должна быть. И когда мне по телефону сказали, что она будет только 22 сентября, я говорю, не, отменяйте нафиг! Отменяйте! Потому что я предполагала, что в этих числах у меня уже на новой квартире будут устанавливать мебель, а мне обувница нужна сейчас, потому что... Потому что мне просто она нужна сейчас, а не тогда. Ну, короче, в итоге я решила ее оставить, не отменять, но поскольку она будет только через месяц, а мне уже хочется обувницу, я заказала вот такую дешевенькую из не самых топовых материалов. Слава ее собирал вчера. Собирал он ее долго, но в итоге собрал, что самое главное. Сейчас вам покажу, сколько всего у меня туда поместилось. Сейчас у нас вот тут вот так стоит. Сегодня сделали такую перестановочку. Вообще эта обувница стояла у нас на противоположной стороне, но я боюсь, чтобы она там стояла. Мне нужно как-то максимально обезопасить вот эту всю зону, чтобы, не дай бог, если Аня сюда залезет и решит вдруг вот это вот все на себя тянуть, чтобы, не дай бог, ничего не упало. И утюг тут тоже, конечно, очень страшно стоит, но Аня сюда на самом деле никогда не ходит, поэтому... Ой, это самое страшное для меня, чтобы, не дай бог, на ребенка ничего не упало, поэтому мы с нее глаз вообще не сводим. Утюг, наверное, вот туда уберу. Обувница, значит. Я тут еще пыль даже сегодня не протирала. Что сюда поместилось? Тут, кстати, не вся обувь в хорошем состоянии, надо в химчистку отдать, просто мы ее вообще какую-то не носим. Вот у меня есть такие башмаки грязные. Их, кстати, вообще можно было бы просто пистирать. И они у меня, по-моему, кстати, вообще малые, но они такие классные. Они у меня давно. Итак, сюда вот как у меня поместилось, просто ровно вот эти ботинки хорошо сюда не встают, потому что они довольно-таки большие. Но в целом две пары обуви сверху боком хорошо встали. Здесь у меня аж поместилось двое вот таких кет и две пары таких вот летних шлепок. Так, отодвигаем. А, кстати, вот такого цвета массажный стол, кушетка. Следующий этап. Здесь вот так поместилось. То есть тоже довольно-таки неплохо. Туфли вот в таком виде. Еще одни такие вот летние тапочки, туфельки. И здесь вот так. Да, это выглядит не так эстетично, как мне бы хотелось, но зато многое поместилось, и я смогла освободить место в шкафу и поставить туда то, что мне бы хотелось реально держать в шкафу, а не контейнеры с обувью. То есть как будто бы вот мне нравится гармонично. Вот эти, кстати, туфли, это вообще какие-то китайские, такие, ну, чисто для фоточек. Но я бы могла в них куда-нибудь даже пойти. Красиво, да? Я все, помню, хотела себе такие оригинальные, потому что это какая-то фуфел вообще. Но, блин, они прикольные. Для фото это вообще топ. Да и для жизни, наверное, топ. Из-за не выпендриваться. Я туфли-то не ношу, мне вообще нафиг туфли дорогие покупать. Я помню, хотела себе оригиналы такие, они стоили что-то 70 тысяч, по-моему. Еще лет сто назад они стоили, а сейчас как-то не знаю. Вот такая у нас атмосфера на балконе. Наш любимый моющий присос, который меня пользуется постоянно. Короче, в целом, тут у нас все хорошенечко так встало. Я прям вообще довольна. Давай. Супер. Сюда вообще не подберешься, даже вот при желании. Даже вот мне, чтобы открыть обувницу, нужно очень постараться. Поэтому я думаю, что все безопасно установлено. Все неплохо от жары. Ой, благодать. Я эту погоду вообще не понимаю. Просто не понимаю. То жара такая, что сдохнуть можно. То прям вообще холодные, до дожди. Вот, кстати, ночью шли, дожди сели. Что у нас тут еще интересного стоит на балконе? Кто мне, как всегда, хотел бы подарок убрать? Сейчас я сюда принесу пылесос. Он мне просто там не вмешался. У нас теперь два. У нас и было два. Мы со Славой только друг другу сделали подарок. И я рассказала о том, что мы со Славой сделали друг другу подарок. Или это был в другом блоге? Ой, я уже запуталась. Настолько вот всего везде. В общем, суть и в этом. Мы со Славой сделали друг другу подарок на городщину. Мойкий пылесос. Дорогущий. Как крыло от самолета. Сказать, типа, что он топовый, я не так часто пользуюсь. Как будто бы это подарок для нашей девушки-клинера. Как будто этот подарок больше для нее. Но я хотела, чтобы у нас был мощный, хороший дома обычный пылесос. Потому что вот этот моющий, он, конечно, классный. Я его люблю. Но он очень тяжелый. И это совсем не быстрый вариант. А мне хотелось, чтобы было что-то более быстрое. Надо только для него еще установить держатель. Вот. Пылесос был дорогой. Но у него есть куча классных насадок. У нас есть один ковер в этом доме. В ванной. И мне его нужно было чем-то пылесосить. Потому что он, блин, белый пачкается быстро. А, еще у нас на балконе же шар стоит. А куда его теперь девать? А, ну вот сюда. Вот так. Здесь у нас будет стоять шар. Я бы очень давно уже сдула нафиг этот шар. Он меня достал. Он занимает место. Эстетически просто напрягает меня. Хотя он не стрёмный, но просто шар. Но я не могу его сдуть. Потому что на нем занимается Аня с Анитой. Типа это полезно. Хочу в это верить. Вот. Много разных есть классных упражнений для ребенка. Именно вот на таком гимнастическом мячике. Поэтому мы его не сдуваем. Ради ребенка? Чего не сделаешь ради ребенка? Даже пожертвуешь пространством и эстетикой. Вот. Ну тут как бы детская эстетика, она тоже хороша. Вот такая подушка для ног. Тоже от этого самого. Ямагучи. На улице так хорошо. С каких пор здесь пробка? Вот сетки наши. Я прям вот знаете, в этот момент чувствую, какая я взрослая. И мы со Славой. До рождения Ани мы всегда так во всем тянули. Не могли сделать какие-то обычные вещи. Ну типа знаете, установить сетки на окна. Какое-то вот... Не могли найти время. Желание. А когда Аня родилась, все так стало быстро решаться. Ну не все, конечно, но типа знаете, хочешь, погнали. Во-первых, очень многое изменилось еще из-за нашего режима, который вообще появился хоть какой-то. Потому что с ребенком, конечно, жизнь меняется. И ты реально почему-то с появлением ребенка кажется, что больше успеваешь, чем до рождения ребенка. Вот я сейчас, вот как я видела мем какой-то. Девочка такая, я не могу понять. Почему до рождения ребенка у меня не было времени на что-то там? Типа чем же я была таким занята, что у меня не было времени? Вот я тоже так же, знаете, я не понимала, почему, типа, что я такого делала до того, как родилась Аня? Почему я не могла ходить в спортзал, читать книги? Да, это все то, на что можно найти время и сейчас. Но сейчас это еще больше лень. Потому что, когда появляется ребенок, у тебя, ну, еще больше получается забот, хлопот и меньше времени на свои какие-то желания, хотения. Нет, что же мне съесть такого? Огурец? Есть огурец. Я голодная, мне надо что-то съесть. И поэтому ты такой думаешь, блин, что за фигня? Почему? У меня раньше не было времени на это все. Какие еще у нас новости? Сегодня Слава запер себя в моей машине. Хорошо, что у нас дома была Анита. Занималась в этот момент с Аней. Сижу я спокойно, занимаюсь своими делами. За компом. Аня занята, с ней играются, занимаются. Я могу вот сидеть, кайфовать в своих делах. Ну, как кайфовать? Я занималась там, статистику снимала, рекламных проектов, еще что-то отправляла. Ну, можно сказать, работала. Ну, для меня это уже покайфовать, просто позаниматься своими делами. Съем бабушкиных соленых огурцов. Вы, конечно, подумаете, что я беременная, вот, но нет. Нет. У меня еще в планах куча дел и путешествия в Грузию. Вот. Мне кажется, я беременность не буду летать никуда, как и сейчас не летала, когда Аня была беременна. Потому что я голодная, и мне, если честно, нечего. А, я же заказала вкусный . Я думаю, что я голодная, и что мне поесть? Ладно, хрущу огурчиком. Мы сейчас на даче были. Это было супер. А, у меня же в блог выходил. Девки, мне срочно нужны витамины для памяти. Ой. И Славя такая, говорю, блин, я просто наткнулась на блог с дачи. Вот как раз, когда мы там жили, вот, то лето, получается. Нет. Поза прошлое. Господи, я просто не могу поверить, что уже год прошел, как я родила. Что тем летом я только родила. Получается, поза прошлым летом, когда я еще даже не забеременела Аней, и как мы жили там на даче, как ухаживали там. Классно было. За домом ухаживали, все вообще. И я вспоминаю этот период, и он мне кажется охеренным, просто охеренным. Даже не знаю, вот, несмотря на то, что... Я помню еще, когда я поделилась тем, что у меня была замершая беременность, и я помню, что... О, еда. Впрочем, я помню, что люди в комментариях писали, типа, капец, все это время Юля проходила и переживала такой период. Там, потеря дедушки, потом замершая беременность, мы не знали. Она там весь, все лето снимала для нас такие влоги, там, насыщенные, смеялась, хихикала, шутила. Да, это вот, знаете, в какой-то степени сложное для меня было лето, понятно, по каким причинам. Потому что, получается, весной перед летом ушел мой дедушка, а прям в начале лета я потеряла ребенком, типа, вообще трэш. Но вот то, что мы жили на даче, мне кажется, именно это вообще помогло мне психологически, потому что, когда я просто поливала там газон, каждый вечер, каждое утро сажала газон этот, ухаживала за деревьями, за цветами. Я прям лечилась, мне кажется. Впрочем, психологически для меня это было просто спасение какое-то, потому что я ухаживала за домом дедушки. Сейчас я там кто-то расстелил на газоне полейник, сидит. Прикольно, уютно. К ним что-то пойти. Ну, короче, ухаживала за домом дедушки, и мне постоянно казалось, что он смотрит на меня, и... О, боже, я забыла вам рассказать. Не знаю, конечно, что это значит, или это я сама себе нафантазировала, но мне недавно, мне очень долго не снился дедушка, прям очень долго реально, и я все думала, ну почему, почему, не знаю. Просто думала, ну что, вообще ни разу там не приснился. Не всегда же снятся там родственники. Не знаю, к чему это было, ни к чему, просто сон. Либо реально я нафантазировала себе этот сон. Мне приснилась дача. Мне вообще очень часто именно дача снится, и дедушка... Мне, наверное, все разы, что мне дедушка снился, все время он мне снился на даче в этом доме, и один раз он мне снился в Грузии. Это был самый первый сон, когда дедушка ушел. Он мне снился в Грузии, именно очень странный был сон какой-то. Ну, короче, снится мне сон, что мы с дедушкой ходим по дому, вот сейчас, как он есть, с ремонтом. Ну, он еще не готовый с ремонтом, но именно ходим, и там все вот в такой вот обстановке, как сейчас. Двери вот это вот сделали от... с перегородки, залили пол. Ну, то есть вот как сейчас выглядит, вот примерно так же мне во сне все снится. То есть на этапе ремонта видно, что, ну, мы как бы не забросили этот дом, вот такая атмосфера, и дедушка ходит по дому и смотрит. И я ему рассказываю про этот дом, говорю, вот там, дедуль, здесь мы сделаем вот это. Ну, то есть я ему прям хожу и рассказываю, и вообще... Я была так счастлива, у меня были такие приятные потом после сна эмоции, то есть я прям подумала, что, а вдруг он, ну, вот, типа видит, он видит то, что мы делаем там ремонт, и мне это приснилось, потому что вот он как бы пришел посмотреть, ну, что-то такое, знаете, и я прям вообще так обрадовалась, потому что мне бы, конечно, так хотелось, да, чтобы вот он был жив, и реально, чтобы я могла ему рассказывать, показывать, что мы делаем, и я думаю, ну, вот все представляла, какая у него могла бы быть реакция, как бы он радовался, что-нибудь говорил, типа вообще круто, молодцы. Ну, в общем, да, приятно так, конечно, такой сон приснился. Вот, я очень рада, потому что теперь мне... еще больше у меня уверенности в том, что он видит то, что мы делаем, и что он это все одобряет, и говорю, вообще круто, поэтому я, конечно, рада. Вот, мне наконец-то пришла еда, поэтому я поем, чтобы вас не напрягать своим жеванием, и к вам вернусь. Я делюсь съеденным. Съела я чикенбургер, один наггетс, и буквально, наверное, картошек шесть, наелась, и все остальное вытянула. Это правильно. Когда наедаешься, и все. Это я всегда стараюсь по жизни так... Ну, не делаю себя так по жизни. Вот я наелась, я выкидываю. Но единственное место, где я не могу придерживаться этого плана, это на дачу мамы. Вот она, там, шашлык, картошка, винишко, салатик. Я последняя выхожу из стола. Я маму уже в эту поездку, когда мы были, я говорю, дай мне что-нибудь, чтобы вот просто у меня не было тяжести в животе, чтобы оно у меня переваривалось. Потому что я наелась, и я еще часа два, мне кажется, сижу и ем, пью вино. Ну, я немного пина выпиваю. Ну, блин, бокала два, может, я выпила. Ну, вообще ерунда. Это вот просто я так говорю, и кто-то может думать, что там бутылка какие-то раньше. Нет. Я выпиваю винишко, обычно нормально, потом еще иду ребенку, кладываю спать. То есть все в пределах вот просто легкий такой ужин. Короче, и вот я наедаю шашлыком с картошкой, с салатом, вот до тех пор, пока у меня вот, ну, не болит живот. У меня начинает болеть живот от того, что он очень большой. То есть больно уже от того, что он растягивается, как будто бы я просто за секунду там на восьмом месяце беременности оказалась. Я не знаю, нахрена мама мне каждый раз говорит, дочь, типа, ну, может, не надо, может быть, остановишься. Я говорю, я не могу. Ты понимаешь, я не могу. Я говорю, это просто, ну, вот, это моя слабость. Да, свинина с картошкой, это моя какая-то слабость. Это какой-то, не знаю, мужик голодный. Короче, у меня опять сел аккумулятор в машине. Слава сегодня в моей машине застрял, я вам рассказывала и не зарассказала. Слава заказала, мы уже сегодня привезли вот такую хрень, которая должна будет подзаряжать аккумулятор машины. Что мы думаем? Мы думаем, да, конечно, я машиной не пользовалась, наверное, недели две. Она просто стояла. Это как бы вариант, причина, почему она могла не завестись, но это все равно не, ну, не стопроцентно из-за этого. Все там, конечно же, выключаются, все фары, автоматик, машина новая. Ну, не может такого быть, что я там не выключила, типа, фары, или машина сама не выключила там какое-то освещение, и поэтому сел аккумулятор. Нет, дело не в этом. Скорее всего, дело в секретке на моей машине, потому что у меня еще стоит защита капота. То есть у меня там, ну, навороты такие вот эти все защиты, что, вероятно, ну, когда из-за того, что я не пользуюсь машиной две недели, она, видимо, ну, не может, она не выносит этого. И это, конечно, отстой. Так, будем разбираться, сколько время? Пол шестого. У меня вообще мало времени, на самом деле. Я с мамой договорилась, что где-то в семь, может быть, уже они закончатся минуты играться, заниматься, что мама тоже есть дела, и... Ну, как бы, в принципе, достаточно моей этого свободного времени должно было хотеть. Может, прикрофон надеть? Или не надо? Просто мне бесит всякие шумы, орать не нравится. Мне хочется, чтобы хорошо было слышно. Короче. Чай, микрофон. Так, куда бы вас поставить? На кухню, Ланину поставлю. Сейчас вам сделаю на нее обзор. Как бы мне с вами выйти на контакт лицом к лицу? Лицо заставлено. В новой квартире у нас нет столько места для всех этих игр. Как нам быть, не знаю. Что я говорила? Скорее всего, да, дело в секретке. То есть, это к тому, что она просто очень много энергии забирает машиной, и поэтому хочешь, не хочешь, а пользоваться ей надо. Кто-то, наверное, сейчас слушает и думает, капец, просто иметь машину, ей не пользоваться. Я думаю, что просто мы со Славой сегодня, ну, или когда, не знаю, обсудим этот вопрос, и оборудуем в моей машине тоже все для того, чтобы удобно было с Аней ездить. Потому что я же как зафантазировала себе, что эта машина, это чисто наша с Аней машина. Ну, там моя, наша с Аней, которая вот, когда мы вместе с ней куда-то едем, я одна куда-то еду. А Ауди Славина, это вот чисто его и семейная. Ну, то есть, мы на ней всегда ездим на дачу, потому что она больше удобнее в этом плане. У нас там все оборудовано сзади для Ани, держатель, планшеты и так далее, и так далее. Мы те родители, которые включают мультики своему ребенку. У нас ребенок всякой другой какой-то ерундой отвлекаться не хочет. Нервы у меня и так на пределе. Поэтому можете осуждать, но не советую. Не суди, да не судим будешь. Вот осуждаете вы за мультики какую-то мамочку, а потом рожаете ребенка, которого по-другому никак не отвлечь, и посидеть в тишине, ну, почти вариантов нет, ну, вот в какой-то определенной ситуации, кроме как мультики поставить, и уже не осуждаете вы эту маму. Поэтому никогда не знаешь, как же сложится жизнь. К чему я это все веду? Слава сел в мою машину, открыл дверь не с ключа, ну, как бы не с электронного ключа, а такого, типа. То есть прямо открыл ручку, открыл ключ, открыл ключом железным дверь. Сел в машину, думают, заведу ее. Причем с улицы багажник он открывал, открывался багажник с улицы. Он, короче, сел в машину, и все. Дверь захлопнулась, выйти не может. Он сам себя запер в моей машине. Он мне звонит такой весь на нервах. Зай! А я вообще не знала, как ох, ты полез в мою машину. Ну, понятно, он хотел ее завести, как раз-таки сделать добро, потому что она долго стояла, ну, и ей никто не пользовался, и он хотел просто сделать что-то хорошее. Вот. В итоге, как говорится, не делай добро, не получишь зла. Он сам себя случайно запер в моей машине. Звонит мне, говорит, ты должна меня спасти. Типа, приходи, достань меня, я заперся в твоей машине. А я такая на расслабоне говорю, ну, все, значит, сиди там. У меня здесь Аня с Анитой занимаются, ну, как бы, блин, ну, ладно. Я вышла, вот, не так даже, а на мне был топ, в котором вообще, можно сказать, ну, не то, что просвечивается грудь, но я в нем сплю такой домашний, у меня есть топик. Я в нем периодически и влоги снимаю, как бы пофиг, но просто на улицу выходить. Хотя так тупо, такая забавная. Типа, знаете, я вот курьера никогда не встречу вот в этом лифчике, в котором иногда бывает, выхожу в интернет, и видос там могут посмотреть. Это 200 тысяч человек могут посмотреть, но к курьеру я так не пойду. Ну, это вообще, что он про меня подумает? Вот эти двойные стандарты я угораю. Короче, все это сюда. Красоту наводим. У нас сегодня убирались, но у нас, как бы, это такая, знаете, тоже база. Сегодня у нас была уборка, значит, сегодня мы максимально засираем дом. Как так выходит, я не знаю. Продолжим. Заперся. Я говорю, все, значит, сиди там. Он обиделся на это, психанул, бросил трубку, послал меня куда подальше. Я не знаю, может, у него там какая-то клаустрофобия начала размеваться, которой вроде как никогда не было. Ну, понятно, он запер себя в машине, двери не открываются. И какие варианты? Это чтобы кто-то приехал, я даже не знаю как, ну, прикуривал как-то машину, как-то ее, а кто, типа, непонятно. Ну, в общем, и понятно, он там, наверное, весь нервничался, обосрался. Не знаю, какие у него были мысли, но я думаю, неприятно. Поэтому, знаете, у нас лифт в доме маленький. Он бывает такой чудит, что ты едешь, он просто останавливается, выключается свет, типа, пару секунд. А потом он дальше такой едет. И я каждый раз просто такая, господи, спаси, сохрани. Потому что у меня сразу мысли, все, я застряла, сейчас оборвется трос, я полечу нахер вниз и умру здесь. Мысли, мне кажется, обычного человека, который может застрять в лифте. Ну, как бы, да, понятно, что все это неприятно, страшно, волнительно, и никому бы не хотелось. В итоге я ему говорю, как я тебя, типа, спасу? Как? А он мне такой говорит, значит, что у него получалось с улицы открывать багажник. А он все думает, как же я отсюда выберусь, как я отсюда выберусь? Он говорит, вот, типа, я с улицы открывал багажник и подумал, что все ок, и я спокойно там и выйду, и все, и зайду. На что я ему говорю, так, что ты херней страдаешь? И я сейчас спущусь, открою багажник, и ты просто вылезешь. Ну, через багажник, там же и сидения складываются. Не знаю, сложились бы они. В общем, вызволяла я его в итоге не так. Я даже думала, может, взять камеру, снимать в лоб. Но это было бы слишком. Тем более, что он на меня обиделся, потому что я ему сказала, ну, и сиди там. Что я тебе могу сделать? Как я тебя спасу? Такая жена, блядь, поддержка и опора. В итоге-то я его не бросила. Сделаю красоту у Анютки, потому что он все всегда разворошит. А я ей все красиво убираю. Она у меня вообще молодец. Я надеюсь, что... А, гены. Потому что она такая частюля. Да, она, конечно, разбрасывает все, но она все равно что-то отнесет, что-то уберет, положит. Ну, то есть, ну, видно, читается, что у нее есть задатки. Так вот. В итоге я спускаюсь вниз, практически в чем мать родила, и пытаюсь открыть багажник. Он не открывается. Ну, то есть, сзади на багажник кнопку нажимаю, не открывается. Не получается. Я говорю, ну, нет вариантов. Все. Пока. Мы с Анютой уезжаем отдыхать без тебя. Да нет, шутка. В итоге он додумался. Я думала, может, сейчас я буду ключами ковырять свою дверь. Как-то открою ее, не знаю. Ну, понятно, но он бы там не остался, конечно. Мы бы что-то придумали. Может, соседи бы попросили, чтобы они прикурили машину как-то, не знаю, завести ее, чтобы она заработала, и открылась дверь. Это вообще трэш. Трэш. И в итоге там еще на двери есть внизу ручка. И я смогла открыть его именно благодаря этой ручке. Вот. Так что в целом все окей. Ну, это же прикол. Он потом был злой на меня. Чего на меня злиться? Я его спасла. Я ему говорю, какого хрена вообще? Ты недовольный? Надо сказать, это твоя благодарность? Я почему-то была в хорошем расположении духа. Он был очень недовольный. Потом он пытался ее завести. Пошел, значит, за... Короче, он в своей машине искал вот этот прикуриватель. Не нашел, короче. Пытался найти. Потом вспомнил, что это осталось у меня в багажнике машины. Он это все достать смог, ну, из моего багажника машины. Но дело все в том, что машина моя не очень удобно стоит. И он, короче, не смог бы этим воспользоваться. Потому что шнур, этот провод короткий. Ну, короче, он не получил. Не фартануло. И он сегодня заказал какой-то там... А, ну я вам показала. Вот эту вот хрень, которая... Аккумулятор должна все сделать. Все. Мамочка разложила все красивые игрушки. И это то, как бы не то, на что должна была тратить время без ребенка. Например, раскладывать лекарства. Я очень хочу давно это сделать. Потому что это занимает у нас место в шкафу. У нас очень много лекарств. Мне очень впадло это делать постоянно. Но меня бесит. Потому что во всем, я считаю, должен быть порядок. И в документах. Кстати, тоже я начала разбираться. И в итоге не закончила там кое-что. Кстати, сегодня я должна была отправить документы. Но мне не отвечают по одному вопросу. Я не понимаю, где я там должна подписывать, не должна. Показываю вам новую кухню Ани. Она мне очень нравится. Она из дерева. Вот. Собиралась она прям как серьезная мебель. Полтами. Слава использовал разные прибамбасы. Вот. Она очень милая. Я хотела такую белую. Но в тот момент, когда мне ударило в голову моча, что срочно нужно купить такую кухню Ани. Хотя у Ани была кухня. Но просто я увидела вот такие деревянные. Мне так захотелось. Короче, была только розовая. Я подумала, ну ладно, розовая. Ну была розовая и голубая. Я думаю, ну как бы ладно, тогда розовую берем все-таки. Розовая тоже милая, красивая для девочки. Вот. Плюс мы эту кухню берем, понятно, в новую квартиру. И может быть даже поставим ее где-то в гостиной, а не в детской. Либо даже если в детской, у нас там как раз все в таких тоже нежных. Ну не такой розовый, но тоже, можно сказать, с розовыми оттенками. Поэтому и кухня у нас тоже, можно сказать, такая бежево-розовая. Ну не розовая, но с таким оттенком, короче. В розовинку как будто бы. Поэтому она может даже и лучше будет сочетаться. Вот. Короче, прикольная кухня. Что в комплекте шло? Во-первых, скажу, сколько она стоила. По-моему, за 13 тысяч я взяла. Но я видела в отзывах, писали, что за 10 ее брали. Ну понятно, да, может акции. Так-то, я думаю, она не стоит, конечно, 13 тысяч. Хотя откуда мне знать. Короче, просто кухня была. В комплекте... Ой, что я закрываю? Шли вот такие вот штуки, тоже деревянные. Аня очень любит вот взять вот две какие-то такие штуки и по дому ходить. Это просто ее... Не знаю. Вот соль, перец вот такие. Вот это тоже шло в комплекте. Соль, перец. Вот такие тарелки три. Две, получается, кастрюля и сковородка. Одна, по-моему, крышка шла всего лишь. Как будто бы все. Как будто больше ничего и не шло. Тут, значит, с одной стороны висит, типа, тряпочка какая-то. Ну, ее вообще можно убрать, в принципе. А, ну еще с другой стороны здесь есть такая доска, где можно мелком рисовать, но она у нас впритык стоит. Да и Аня все равно рисовать не умеет, поэтому ничего. Тут есть еще вот такая рукавичка. Не знаю, видно вам, нет? Ну, прикольная кухня. Здесь включается плита. Вот так вот крутятся, издают такие звуки. Включается плита. И вот звуки издает. И я еще отдельно заказала кучу других деревянных игрушек. Например, вот такие мороженки. Мне очень нравятся такие игры. Они так классно выглядят, такие прикольные. Мне нравится что-то деревянное. Я прям кайфую. Заказала еще отдельно. Короче, сейчас даже не знаю, как по порядку. Тут просто столько всего. Просто это разные комплекты. Но у меня тут уже все перемешалось, понятное дело. Заказала вот такие коробки с продуктами. Там что-то какой-то такой йогурт, куриная ножка. Наверное, отсюда. Вот такие вот есть еще у нас вкусняшки. Для чаепития. Короче, я просто сама получаю огромное удовольствие от всех этих игрушек. Как будто бы это даже для меня в какой-то степени. И мне так нравится с Аней в это все играть. Просить ее, дай мне там куриную ножку. Дай мне там, не знаю, сэндвич. Ну, то есть, мне нравится то, что через такую игру, в которую и мне даже самой хочется и нравится играть, мы можем как-то учить ребенка каким-то таким штукам. Вот, например, можно... Вот она нам водичку давала. Я ей говорю, дай папе водички. Принеси папе водички. Она дала ему водички. Мне сок апельсиновый вот такой. Это отдельно баночки такие. Это тоже просто... Вообще, мне это так нравится. Это так прикольно. Я думала, они будут меньше, вот эти все бутылки, если честно. Но они такие довольно-таки большие оказались. Мне прям вообще очень нравится. Вот там еще есть кетчуп. Еще что-то. Ну и так хоть кухня наша стала реально заполненной, потому что вот просто такую кухню заказать, она реально прям пустая. Еще у нас есть вот такой классный торт. К нему у нас есть свечки. Куда-то я их здесь убрала. Сюда. Ой, тут очень много всего. У нас все разложено по строению, так сказать. Вот такие свечки. Вот такой прикольный тортик. Вот. Понятно, что ребенок все берет врет, врет и так далее. Но вот эти свечки Аня прям конкретно начала жрать. Вот. Поэтому мне пришлось их убрать. И как бы вся идея этой конструкции сломалась. Тут у нас всякие развивашки, пазлы и так далее, и так далее. То, что вот просто положить и оставить ребенку играть. Ну, не будет она прям классно в это играть. Поэтому, ну, как в принципе у нас все игрушки убраны в контейнеры. И мы просто их достаем по-разному. Вот. Потому что во что-то Аня играет, во что-то нет. И все сразу подряд доставать тоже такое себе, я считаю. Вот. Короче, здесь очень много всяких классных штук. Вот такой вот тортик. Мне это нравится, потому что мне самой такое было бы интересно играть. Типа, говорит, дай маме там то, все. Еще вот был комплект довольно-таки дорогой, да. Вот со всеми этими банками. И вообще в ахер. Ну, из-за того, что дерево, конечно, дорогое. Там еще в комплекте шли вот такие вот, как будто бы коробки там с хлопком, с печеньем, макароны. И у нас еще, получается, есть прикольный набор. Тут уже что-то другое валяется. Короче, вот этот наборчик в такой корзине, вот с такой тряпочкой. Это шла, ну, шел такой целый набор прям со вкусняшками, типа для... Целый набор такой для пикника. Вот. Там как раз были сэндвичи. Не помню, что еще там было. Можно потом глянуть. Тут у нас тоже куча всего. По-моему, там тарелочки вот такие две шли как раз. Так, вернулся Слава, поэтому я прервалась на секунду. Короче, вот такой хлеб там был, как я помню. Так, это вообще не отчего. Сэндвичи были, вот эти вот вкусняшки, какие-то там перчики. Короче, что-то там было. А так вот, типа мясо, булочки, сосиска. Вот такой вот набор со всякими вкусняшками. Аня прям в восторге ходила с этими штуками вчера. Радовалась очень. Я прям довольна. Мне очень-очень нравится. Как эти все игрушечки выглядят. Ой, прикольно. И мне кажется, это прям вот классно. Именно вот даже то, что Аня растет. Ей будет все становиться интереснее, интереснее. Поэтому... Ой, а что это? Почему? По-другому оно, наверное, стояло. Я уже забыла. Вот. Кухня довольно-таки вместительная. Все вот так вот получается. Много чего можно туда еще поставить. И будет классно. Так, и еще вот в этой корзинке, это такая серия для пикников. Было вот такое молочко. Вот такая маленькая бутылочка. Значит, тоже молоко. И вот это, не знаю, что подразумевается. Ну, может, это какой-то молочный коктейль или какой-то джем. Вот такая вот баночка с медом была. А вот это, по-моему, от кухни шло. И вот еще два стакана. Вот. Еще шли вот такие два ножа, две вилки. Тоже в пикничокской коллекции. Вот. Два стакана, по-моему, тоже. Ну, короче, да. Вот мороженое тоже я отдельно докупала. В общем, по сути, так-то... Вот так кухня стала интересной. А, и вот там еще арбуз с тарелкой тоже. Шли. Что так, конечно, просто в кухне не сказать, что много чего идет. И так, кухня, которую Ане дарили на день рождения, она как бы подешевле. Но там было прямо очень много всего. Разные посуды, разных вкусняшек, игрушек, тарелок. Ну, то есть она реально как бы понасыщенней. Но она типа из пластика, и поэтому как бы дешевле. Поэтому даже я и не знаю. Ну, деревянная, конечно, выглядит очень красиво. Мне очень нравится. И я бы прямо очень много всего еще заказала от этого бренда. Ну, я так поняла, его тоже не сказать, что много у нас там в России. Но, кстати, я заказала на маркетплейсе нашем. Мне откуда-то там мне везли. Вот. И довольно-таки много у них всего. Еще я заказала еще. Не пришло. Там еще какие-то штуки. У меня просто иногда шапоголизм случается. И я так ослабляюсь. Еще из игрушек каких-то вот такую штуку Ане заказала. Типа по цветам ее прикольно сортировать. Вот. Ну, таких у нас, конечно, полно. Хочу запомнить то, как выглядит наша детская в этой квартире. Я даже не представляю реально, что мы сможем поставить в новой. Потому что вот эту конструкцию я вообще сомневаюсь, что мы сможем поставить. Хотя, как будто бы мы сможем ее там поставить. Есть у меня мысли, куда она должна встать. Прям в детской. Просто не факт, что она встанет. Скорее всего, будет очень мало места. И нужно ли оно вот прям настолько. Не знаю. Как будто бы хочется. Ну, если что, как бы на дачу повезем. Либо продадим. Но я бы не хотела продавать, потому что второй ребенок появится. И вот эта штука для занятий с малышом очень хороша. Кто-то скажет. Блин, ну есть детская площадка, еще что-то. Почему бы не заниматься там? Почему вот это все? Есть штуки меньше намного. Там, типа, просто лестница там с горкой. И какие-то треугольники такие штуки. Но да, но это все равно не то. Но вот эта штука-то поконкретнее будет. Понятное дело. Слава пришел, ездил по делам. Забрал этот аккумулятор. Пошел заводить мою машину. Во-моему, что для него у меня все будет он. Вот. И сказал, что надо на машине покататься. Поэтому он заберет мою тачку и поедет на рынок. Сказал, чтобы я ему с писком написала, что купить. А, мой телефон. Время 6. Телефон, телефон. Я всегда теряю свой телефон. Почему так уходит? Так, короче. Штука это полезная. Хорошая. Поэтому она мне нравится, конечно. Аня для занятий вообще бомба. Я уверена, что не каждый ребенок в возрасте Ани сможет забраться по вот этой лестнице. На самый верх. Аня у нас все это умеет. Забирается. И вообще она у нас, конечно, супер такая активная девчонка. Спортивная. Поэтому мне нравится это приспособление. Плюс к нему есть разные дополнительные детали. Вот у нас там горка стоит, например. Вон она. Я вам как-то во влоге тоже показывала. Но горка... Да, но пока чуть-чуть рано для горки вот такой. Все-таки Ане где-то сложно еще забираться. Вот я видела сегодня, как они с Анитой висели на этих брусьях. Вот. Вот Анютка висела. Поэтому я думаю, еще чуть-чуть. Плюс ей чуть-чуть по росту надо как будто еще догнать. И она сможет за вот эту как-то хвататься. Может и залезать. И вот так съезжать с горки. Ну, в общем, не знаю. В любом случае дети очень быстро растут. Поэтому, девчонки, рожайте. Какой-то там годик. И ваш ребенок уже ходит, бродит, кушает там котлетки. Уже с тобой что-то. Ля-ля-ля-ля. Топа-ля. Мама. Мама-папа. Короче, прикольно. Это очень странно. Типа, я же понимаю, что мы все были маленькими детьми. И все когда-то учились ходить, бродить, болтать. Но видеть своими глазами, как растет твой ребенок. Как он меняется, умнеет. Это реально просто космос. Просто космос. Такие маленькие дети, они такие прикольные. Мне кажется, вот когда уже ребенок... Ну, хотя не, я могу ошибаться. Не знаю. Мого-то надо спросить. Но мне кажется, когда уже ребенок подросток, ну, чем старше, он больше все-таки от тебя отдаляется. Хотя есть шанс, что все-таки сильно отдаляться не будет. И вы будете подумать. Я представляю, как мы с Анюткой на даче сидим. Вот у меня такие есть фантазии. Мы с Анюткой... Может, она с парнем приедет. Не знаю, сколько лет будет. Уже взрослая, наверное. Слава с Аниным ухажером жарит шашлыки. И он там у него всякое выведывает. Типа, ну что, давай, там дочь мою не обижай. О, телефон нашла. А мы с Анюткой там что-то на кухне делаем. Что-то салатик режем. Ну, стол готовим. Или сидим венчик пьем. Болтаем с ней на качалочке. Там что-то прикалываемся. Сплетничим. Блин, ну вот как мы с мамой. Я просто рассказываю про нас с мамой. Клево. Я очень-очень счастлива, что у меня дочь. Я всегда мечтала, чтобы у меня была дочь. Я очень надеюсь, что у меня с ней будут классные, теплые отношения. И мне кажется, что у меня получится с ней как-то, не знаю, выстроить такую связь. И доверительную какую-то... Ну, я надеюсь, что она будет мне доверять. Я думаю, что я должна справиться. Крайней мере, я вижу то, как справилась моя мама с этой задачей по отношению ко мне. И у нас с ней хорошие отношения. У меня это классно. Я думаю, что у меня должно получиться сделать то же самое. А то и еще даже круче. Ну что ж, девочки, все это время я ходила по дому у Пилалитов. И ничего не делала. Ну нет, я что-то делала. В телефоне сториз записывала, потому что я вообще в сториз не выхожу. Вообще я выхожу в сториз, но чисто ребенка выставляю. И все. Я в телеграме постоянно себя показывала. Ну и ребенку в том числе. Ну потому что это просто 90% моей жизни. Мой ребеночек любим. И, собственно говоря... И на ютюбе, на рутюбе, ну короче, во влогах, там, в видео. Все, а в инсту я постоянно... Ах, девочки, стоим волосы. Так. Ну ладно, все равно нормально. Еще нормально, но я вот думаю, может перед друзьей покраситься. Либо перед, либо после уже сразу, как привлечу. Это как раз, получается, ну его прошлого окраса у меня будет чуть больше месяца. Здесь у меня бардак в столике. Даже покажу вам. Здесь у меня вот что. Полный бардак, полный расколбас. Я сейчас хочу здесь разобраться и снова перейти сюда и здесь заниматься макияжем. Не знаю, хорошая это идея или нет, но я как будто бы уже решила. И думаю, что, наверное, надо возвращаться. Что все это время долго я красилась на кухне. И это было как будто бы удобно, потому что Аню там где-то посадил, положил и норм. Сейчас Аня уже выросла, она спокойно. Может ко мне сюда прийти. Мы с ней можем здесь стоять, играть. Я могу сидеть краситься, достать ей вот такую штуку. Она будет сидеть в ней играться и вообще по красоте. Поэтому возвращаемся. Сейчас я тут все обратно, потому что я здесь не убиралась лет сто. А я эту хрень не открываю. У меня тут просто чуть-чуть косметики, ресниц валяется. Поэтому сейчас будем наводить здесь порядок. Вот этот весь хлам разберу и... Что-то уберу, что-то оставлю. Что-то где-то... О, я думала, у меня нету карандашей для губ, а у меня их миллиард. И что делать? Я вот теперь уже боюсь. У меня уже какой-то срок-то есть. Значит... Так, мой телефон. Уже почти семь. Блин, ну... Глупа, пищность. Она еще и новая. Чего не пользуется? Что бы я могу и красить? Румяна. Короче, я пока с вами тут не болтала. На влог. Решила, что хочу нанять ландшафтного дизайнера к нам на дачу. Не знаю, хорошая ли эта идея. Ну, вообще, это точно хорошая идея. Но делать ли это сейчас? Или уже оставить это там ближе к весне? Ну, как будто бы дизайнера-то ландшафтного вызвать можно и сейчас, понятно. Пусть проект делает. Но не знаю, что там насчитают. Я посмотрела в интернете примерно на одну сотку. 120 тысяч уходит с материалами, с работой. У нас шесть соток участок. Ну, наверное, та часть, где стоит дом, может быть, она как-то не считается. Ну, короче, хочет, не хочет, все равно это типа 1700 точно. Да даже больше, я думаю. Ну, не знаю, не знаю. Да нет, больше стопудово. Если говорить еще про забор, просто если говорить про устройство участка, это точно еще как-то хера денег выйдет. Ну, не знаю, как будто прям хочется на эти деньги найти. Потому что все-таки красота на участке, это тоже круто. Когда у тебя уже все организовано и нет ничего лишнего, какой-то фигни. Мама Анюк во сне привезет через час. В общем, блин, ну да, я бы, конечно, хотела. Очень. Теперь вопрос, только надо найти хорошего ландшафтного дизайнера, понять, что по ценам. Потому что выезд типа 200 тысяч в основном, я так посмотрела. Сам проект, там у всех разные цены, ну типа от 40 тысяч. Не знаю, что входит в этот проект. Ну, думаю, не визуализация красивая, а вот чисто фотк сверху и просто типа понять, что тут дорожка. А что тогда еще? Это я и сама, блядь, могу придумать. Мне надо, чтобы мне конкретные зоны красивые показали, какие где растения должны расти, как за кем ухаживать, чтобы они сочетались, чтобы они, ну, в теме были. В общем, мне вот это надо еще. Так, знаю, как тут все разложить. Кисти, шмить, у меня столько кисточек. А я ничем не пользуюсь. Так, все, возвращаюсь сюда, буду снова здесь краситься. Погуляла, мать, варить. Вот, поэтому, конечно... Да, раньше у нас тут, конечно, всякие вертолеты не летали. Все, складываю, фантифлюшки свои. Так что да, теперь я в поисках ландшафтного дизайнера. И из-за того, что мы совсем скоро улетаем, я хочу его найти как можно скорее, как можно скорее с ним договориться. Чтобы приехал, снял все эти замеры необходимые. Так, вот это я выкидываю нафиг. Все, причем... Постоянно что-то храню, остатки, ай, это жалко выкидывать. Это жалко выкидывать. Там гуччи, шмуччи. А, я вам показывала свои новые модные очки. Модные, новые, немножко невелики. Еще никуда их ни разу даже не одевала. Ходить некуда, надо куда-то ходить. Мы должны сегодня привезти камеру, очень жду. У тебя пришло сообщение, что отдали курьеру, но уже семьи, не знаю до какого часа они развозят. Так, я могу... Кто бы мне собрать мусор? В коробке от украшений есть. О, бомни, еще в украшениях разобраться надо. Я могу столько отсеять и отдать. Как раз мама привезет Аню, я могла бы ей отдать. А вот тут, кстати, новая у меня вообще тени. Может, себе что-то тенями нарисовать? У меня тут и кисточка есть. О, кто бы это был курьер? Алло? Алло? Здрасте. Да, здрасте. Это зон доставка. Да, да. Так, девочки, ну это не камера. Ну тоже неплохо. Что же он мне ведет? У меня вроде никаких доставок не должно быть. Девочки, знаете, когда я тенями пользовалась в последний раз? Я тоже, вот не знаю. Мне кажется, они добавляют вульгарности в образ. Но я прямо сейчас чувствую себя такой молодой и беззаботный, когда ты мать. Сидишь, красишь себе глаза тенями и думаешь, ничего себе, приключение. Ой, блин. Ну как мне? Я вообще так, слегка просто добавила. Так, понял. Зюмок. Так. Теставка зона, это конечно очень хорошо. Очень хорошо. Но у меня другой вопрос. А где... ээээ... Сдэк? У меня камеру должны прислать. Так. Ну что мне с этими карандашами делать? Я ставлю пока. Потому что они еще ничего. Я ставлю и это. А это все на пик выкидываю. Хотя очки выкидывать не буду, но отдам кому-то. Я думаю, буду модная. Возьму необычные очки. Это не брендовые всякие очки. А такие, типа пластмассочки. Больше для фоточек, для образов. Вот как будто бы хотелось бы хоть какие-то, знаете, прикольные фотки сделать. Вот эти очки у меня ассоциируются с зимой. Потому что как льдышки. И я как будто должна быть в каком-то таком костюме, который цельный. Знаете, такой как горнолыжный какой-то. Такая вообще прям стильная. А еще у меня должен быть бокал. С какой-нибудь классной жужей. Так, вот это тоже нафиг. Эта красота я и так и не пользовалась. Мне кажется, ее тоже захонат. Тем более она кремовая. Это тоже был выкидывает. У меня помада какая-то. Ой, сейчас курьер. Офигеть. Ой, обалденный запах. Ой, не надо. Только не надо мне ярких губ. Нужно сводить с ума курьеров. Так. Красота, красотища. У меня как будто бы больше свободного места стало. Без вот этого разделителя сраного. Пытаюсь разобраться. Эти можно было бы хранить в открытом месте, а не лежа вот здесь. Но говорят, что так не хорошо, потому что на них пыль падает, и это как бы вредно. Помады. Так, ребята, ну что ж, я достала свои сокровища. О, приехал Слава. Это значит, что я могла бы броситься, взяла и пойти готовить. Куда-то приехала. Анютка. Мы могли за вас тут покушать. Анютка. У меня сейчас так и придется. Смотрю. Ты что пыхтишь так? Тяжелый пакет? Да. Еле донес. Реально? Да. Что ты там купил? Ну, фрукты, овощи, курицу. Еще надо было приборы с собой тащить. Он тяжелый, да? Ну, как, получилось-то? А, ну, конечно, ты же съездил. Ну, да. Ну, расскажи. Знай. Такой молодец, блин. Что же сказать? Что мне рассказать? Я вспотел. Я чувствую. Я сегодня весь день что-то потею. Выездить, наверное. Почему? А, ну, не знаю. Может, еще ночью попотеешь? Зачем вам знать о том, что будет ночью? Я не знаю. Может, ты хочешь подтягиваться на Нюскиной приблуде деревянной. Ладно. Ну, вас. Засмущали, паренька. Засмущали вы меня, да? Я хотела не это сказать. А что? Стойте, спасибо. Да? Да. Не дай бог тебе такой злой, несправедливый. Собственно, с тебя я бы не смогла. Да. По телефону говорит, ну, оставайся там, в этой машине. Ты рассказала? Да. Да. Рассказал, как ты послал меня куда подальше. Да жесть вообще. Спугнил. У меня уже мысли такие, типа, что все, сейчас надо... Воздух заканчивается. Сейчас надо, во-первых, экономить воздух, не нервничать. Во-вторых, надо вызывать ребят, которые это, ну, взламывают. Можно же просто завести машину, чтобы кто-то прикурил, нет? Ну, да. И третий вариант, ну... Давайте не будем ломать мою машину. Ну, я просто, я просто не ожидал, что она захлопнется, что-то я не подумал. Керакси я смотрю, и я вообще не могу выйти. Но, я что, я просто начал переживать, но я думаю, что если бы я подумал, я бы спокойно выбрался. Потому что так я сегодня уже через твою машину несколько раз лазил, выходил через багажник. Прикинь? Ну, то есть я изнутри багажник открываю и выхожу. Просто тогда у меня... Держишь его открытым, чтобы не захлопнулся. Да, да, да. Но он не захлопнется, ты его открываешь, там, опоры, и они не дают. Просто тогда я был на панике, тебе звонил, чуть-чуть паниковал. И ты мне еще такая говоришь, а нахуй ты вообще туда сел, типа, ну это там и оставайся, блин. Я как всегда в своем репертуаре, он говорит, я застрял в твоей машине, я не могу выйти. Я говорю, а нахуй туда залез, там и сиди тогда, блин, раз застрял. Я сказал уже, благими намерениями, хочешь сделать добро, получишь зло, блин. Не, ахуй, залез в мою машину. Ну, потому что она месяц стоит, и я подумал, вышел за кофеечком, называется. Я пошел, пойду сейчас за кофеечком, выхожу за кофеечком, такой смотрю на машину, думаю, ба... Стоит уже месяц. А ты видел царапину на моем машине? Нет. Где? Ладно. Покажи. Спи сегодня спокойно, мальчик. На моем сердце не выдержит. И это, и думаю, выйду за кофе, смотрю на машину, блин, месяц никуда не ехала. Думаю, надо завести, а то вот когда надо и поехать, не поедет. Ну и что, в итоге? В итоге весь день просто как потею, нервничаю, переживаю. Я так каждый день обычно себя чувствую. Сегодня я максимально в расслабленном состоянии, наверное, потому что ты из нашей семьи как бы забираешь этот весь пот, так сказать, сегодня. Поэтому я сегодня потею, но умеренно. Меньше обычно. Во-первых, Анютка у мамбы. Я хожу весь день, Липтун по дому пью, знаю, чем себя занять. Болтаю, лежу на кроватке. Ну ладно. Показывай, что купил, муженек. Пошли все на кухню. Ну что это значит мясо? Ой, тяжелый зя, зачем ты мне это даешь? Ну как там все изменилось? Да нет, ну чуть-чуть. Ну я просто там не один раз был. После того разу. Я купил, я не удержался, я купил немножечко. Тирамису. Посмотрите, да, оно офигенное. Я посмотрел, думаю, блин, покупать не покупать. Ну ладно, порадуемся. Ты, я это не ем. Это что, можно узнать? А? Это кто? Курица какая-то. Говорю, возьми курицу, чтобы было побольше, чтобы мясо было побольше. Там у нее стоят пять, и все одинаковые. А больше не было? Не было, вот все одинаковые. Ну это чисто вот супчик, наверное, свари. Там все одинаковые, там больше не было. Знаешь, супчик сварю? Я думала в духовке сделать большую такую курицу, чтобы мяса было много. А это что? Маленькая перепелочка. Да у Анютки куклы побольше, блядь, этой курики. Ладно, Слава привез девочке 4 килограмма куриного пиле. Что это значит? Это значит, что сегодня я займусь мистер котлет. Я не ела его сто миллионов лет. Поэтому сейчас я даже не знаю, что готовить, блин. Даю курицу буду жарить. Суп не хочу я сейчас сделать. Знаешь, мне лучше его сделать, чтобы свежее сразу поесть. Тогда какую-то часть курицы пожарю, какую-то на котлеты. Ужин-то какой-то надо. Не знаю. Либо просто курочку сварить. Например, сделать створную курочку. Рисочек. Очень вкусное блюдо. А, можно филе, кстати, в духовке сделать. Тоже вкусное блюдо. Даже лучше будет, чем жарить. Класс! Рыдись! Овощи, фрукты, мандарин. Сто лет этого не ела. Уже не знаю, сколько мы со Славой никак не соберемся и не доедем до рынка. И вот сегодня он наконец-то доехал. Шанах! Шанах! Давно я тебя не ела. Надеюсь, он меня не расстроит. В общем, время 19.35. Поставлю сейчас в духовку. Да, надо сначала заняться ужином, а потом сидеть фентифлюшками разбираться. Но! Когда придет Аня, я уже не смогу никакими фентифлюшками разбираться. Ля-ля! Ладно. Сейчас посмотрю, что я буду делать. Не знаю пока. В общем, приму какое-то, надеюсь, правильное решение. Ну, что рассказывать? Пятый про кухню. Слышите скрип? У меня делается курица в духовке. Скажу честно, я так ни разу не делала. Ни разу так не делала, но думаю, что все получится. Мама привезла Аню какие-то остатки от этих куриц. Ну, не попки, просто порезала то, что вот у меня уже не вмещалось. А варю, поделюсь с Вивой, потому что она все равно с ума будет сходить, орать, плакать, въезжать, чтобы вы с ней поделились курице. Поэтому я решила, что как раз оставлю это для нее. Я вчера жарила картошку, но она, честно, не очень походила. Сначала ее сварила, чтобы она точно у меня пожарилась. Хорошо, приготовилась. А потом я ее, это, жизнь это. Вот, искупала Анюту. Она пришла после прогулки. А еще мы сейчас практикуем такую интересную игру, чтобы Аня сама выбирала себе футболки. Мы ей показываем 2-3 футболки на выбор, и она сама выбирает. Вот эту футболку она забраковала два раза подряд. Я ее показывала и другую, она выбирала другую. А сейчас из трех она выбрала с бабочками. Прикол. Не знаю, как она это решает, но просто интересно. Интересно за этим наблюдать. Так, что, салатик делаем? Так, у меня здесь горячая духовка, так что можете пойти в кухню, пока я готовлю. Салат. Салат. Короче, у меня в кухне есть песта. Во-первых, у меня 4 минуты на салат. Думаю, ни хрена я не успею делать салат для этого. Ну ничего, курицу накрою, может фольгой пусть еще стоит, впитывает в себя кайфы. Значит, здесь у нас обычно стоял Core Viva, он сейчас закончился, поэтому здесь пусто. А еще Аня разбила вот эту коробку. Хотя она из пластика, но все равно треснула. Тут у нас обычно куча всего стояла, но теперь у нас здесь пусто, потому что Аня это все открывает, вытаскивает. Хотя у нас есть уже замки, надо их установить. Тут у нас что-то такое, чем мы не пользуемся вообще. И я собираюсь здесь все поменять. Хочу, чтобы у меня духовка всегда была свободна и пуста, потому что у нас обычно в духовке лежит вот это все. Это неудобно, потому что каждый раз, когда ты хочешь приготовить что-то в духовке, тебе нужно вот это все достать, убрать. Потому что когда она стынет, чтобы обратно все убрать, меня это бесит. Поэтому я хочу найти для этого инвентаря другое место. Потому что мне хочется чаще готовить в духовке, потому что мне кажется, таким образом пища будет более правильной, более холестеринной. Ну короче, сами понимаете, что я вам рассказываю. Так, овощи у нас, значит, берем вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Сейчас я порежу салатик, потом мы поужинаем, потом уложим Аню спать. И продолжится дальше ветерие. Мое. 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 Аня у нас такая самостоятельная. Вот и на тебя. Вот эта как раз с вилкой, или курица. на сама съешь а этот огурчик и помидорчик кушай овощи тоже обязательно она мне сначала было накрыто фольгой что-то открыла посмотрела что-то как-то не готовится не готовится просто что-то как-то слишком она не то ну вообще прям мне нравится кажется без масла супер да я еще толком не распробовала хочешь лаваш а ты хочешь лаваш господи я сейчас попробую чанах впервые за три года мне кажется так какие блюда у нас на столе огурчики от бабушки чанах салат мне было третья версия это 9 причем я пытался я посмотрел разница между 8 9 версии вообще никакой условно захотел типа взять восьмую типа дарину восьмую а я очень ну типа нигде нет а если есть то там цена типа пару тысяч типа ну там восьмую всегда все у apple блин блин он вытекает этот сам чанах все в воде насчет другого чанаха не было было побольше что не было уж точно на руси я помню на нашем который я любила было написано вкусно антаси мне марта валится давай-ка ты уже дай маму тебя покормить ты берешься что ты в рот не доносишь мне мама поможет мне мама поможет мне мама поможет открывай рот попробуй рис вот ложкой намного удобнее кушать девочки чана а я чувствую что я возвращаюсь короче мы ужинаем кайфуемся будем ботать да дай или ты будешь своими часами вонючим заниматься может тут липнуть конечно ммм просто топ короче отличная идея всегда готовить в духовке во первых это полезней во вторых меньше мыть как будто потому что сковородку с маслом ну такое а тут тоненькая противень на который фольгу положил на фольгу курочку разложил вообще супер так же и котлеты можно делать и на пару нам надо переходить на правильное питание слышала не курицу мне нравится как получилось ну слегка суховато слегка да надо быть сочнее но да первый раз норм теперь все попало не 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 да когда он может афг считывать господи что мне надо я бы хотела чтобы я в часы могла голосовое записывать отвечать на семейские ты можешь такое можешь я так счастлива и в чаштанах на голосовые отвечать ага не думаю что это можно помочь тебе обычно у нас музыка играет поэтому из-за того что мы снимаем музыку мы не включили сейчас уже девять поздно мы ужинаем ну что-то делать я вообще не знала как сегодня солнечный день вот все-таки Анютка что-то донесла видела вопросы как у нас Аня начала кушать сама и вообще кусочками я пришла к такому мнению что очень многое зависит от ребенка я не помню чтобы мы как-то вот сложно вводили кусочки не помню чтобы она как-то давилась едой я знаю некоторые мамочки пишут то что у меня ребенок постоянно давится едой ну то есть видимо вот это какой-то рефлекс может если так хорошо работает я не знаю там с возрастом понятно все равно научится вот я не знаю это очень интересно я не помню чтобы вы так это сложно в съемки в воде Или все эти кусочки Ну как будто это все было у нас вообще легко Аня у нас такая хлебосольная Покушать она любит Она очень самостоятельна Любит именно вот сама Я даже представляю, каким сложным подростком она будет И вообще След дальше то, что пойдет в возраст Типа я сама Кризисы трех лет Я даже не сомневаюсь, что нас это коснется Даже не сомневаюсь Вообще по поводу кусочков еще скажу Я Ане доверяла, я волновалась Были разные моменты, но я ей доверяла И мне кажется это тоже залог какого-то успеха Потому что вот сколько там моя мама сушку Мы Ане раньше дадим Чтобы там зубы почесать, погрызть И у меня мама всегда у Ани сразу забирала сушку Как только она ее чуть-чуть уже Процарапывала до таких пор, что сушка может Типа разломиться или кусок отломиться Все, она забирала, потому что Она волновалась, вот и сама сидит Ну она наверное должна в этом возрасте Я вот Ну тоже в какой-то момент сначала Забирала, но я раньше начала доверять Ане И оставлять ей сушку И что по итогу я вижу Аня откусывает вот, например, вот такой кусок сушки Полностью засовывает его в рот Или даже меньше Тот кусок, которым, ну, можно типа подавиться И это страшно Но она понимает, что Ну не надо им давиться Ну то есть она прям реально Смекает И она его просто во рту рассасывает Крут, свертит, достает Дальше крутит и вертит В этот момент там моя мама такая О, Юля, да встанет за скусок Да Так и было А я говорю, все нормально Все нормально Я просто хочу показать то, что ты не такой плохой, как я тебя выставляю А ты как меня выставляешь? Ты мне плохо выставляешь? Да, да Я постоянно говорю Я постоянно говорю, как я устаю Как я Мне тяжело Мне приходится все самой мыть Убирать На самом деле Слава тоже мне помогает Так, все, сняли Теперь я буду дальше Убирать Так, все Съемка закончена Зай, продолжай Ладно, шутка Ну, а как тебе? Как что? Уборка Уборка? Только тебе, наверное, во всем мире ты одна единственная, кому это нравится Да, да, очень нравится Ладно, я пошла Тебе удачи У тебя тут много всего А я ушла Начну с грустного Конкретно с того, что сегодня пятый день, как мы заболели Но мне уже лучше, но все равно состояние такое вялое Отстой Сегодня 25 августа 28-го у нас самолет в Грузии И сейчас болеет Слава Он позже заболел, чем я Что сказать? Надеюсь просто, что в день, когда мы будем лететь на самолете Мы уже полностью оба будем здоровы Все будет хорошо И все будет чики-пуки У меня до того, как мы улетим, миллиард и одно дело Как всегда Проекты, которые нужно отснять И со спокойной душой улететь Мы уже точно не в состоянии и не в силах Снять реакцию до отлета Которую я планировала выпустить В первых Ну не в первых Ну типа в сентябре, когда мы еще будем в Грузии Я планировала так Ну вот Потому что Слава вообще прям больной Только если мы снимем типа послезавтра Если ему будет получше Надеюсь, что мы снимем Вот на монтаж Может отправлю Насте Хотя ни разу я не скидывала именно реакции на монтаж Но посмотрим Как получится Как пойдет Не знаю Тем не менее И я накрасилась Я вчера тоже красилась Хотя вчера, мне кажется, мне было даже лучше А все потому Что сегодня у меня еще начались все самые дела Просто Ну я очень рада, что наконец-то они начались Ну в смысле они просто на три дня позже пришли Зараза такие Подставили меня Но это хорошо все равно, что они сейчас начались Потому что я не хочу, чтобы в Грузии у меня там половину поездки Что-то такое было Поэтому Давай, что здоровье А еще я уже снимаю на новую камеру Старую мы продали Как всегда быстро, успешно Потому что хорошие вещи на дороге не валяются Эта камера не глючит Еще я думала перестать снимать в 4К Но как-то рука не поднимается все равно Но тяжело с такой камерой не снимать в 4К Просто становится все сложнее и сложнее загружать видео Вот В общем, ладно Все, погнали Анютка сегодня у моей мамы Так как мы оба со Славой себя так себя чувствуем Лучше ребенку держаться от нас подальше Хотя, конечно, она все равно с нами живет, спит В общем, достаю огромный пакет Та-дам! Смотрите, какой классный сзади стоит комплект Это игрушки из дерева Я заказала Ане Чтобы она была маминой помощницей У нее уже есть кухня Теперь у нее есть метелки Швабры Совочек Вот Я уже видела как-то комментарии Типа Капец, что за хрень с детства Показывайте девочке, что она такая вся Типа должна готовить, убирать Что за хрень Что такого? Нормальные игрушки И мальчики тоже любят играться в швабры всякие и так далее И помогать Мне кажется, ну, почти любой ребенок заинтересован в том, чтобы как-то, не знаю, поиграться с мамой, например, быть помощником мамы Короче, ладно, я делала огромный заказ Тратила на него очень много денег Такое странное место Как будто меня ударили по башке Приехал этот заказ ко мне вчера Я планировала, что буду делать распаковку со своей мамой Что мы будем делать распаковку, болтать Но из-за того, что я болею Мы с ней стараемся прямо не находиться в одном помещении долго То есть буквально она забирает Аню, уходит Вот, потому что, ну, мало ли Конечно, не хотелось бы Поэтому сидеть прям вдвоем, болтать Конечно, исключено Вот, поэтому буду показывать одна Расстроена из-за этого Ну, что поделать в следующий раз Я просто прям планировала Даже маме написала Давай, когда вещи приедут, вместе снимем распаковочку Заказала кучу всяких Классных Крюсичек, Анютки Это же Я думала, тут все три разные копты Я уже забыла, что заказывала Вот так И колготочки Котики большие Это вообще Это главное не перепутать корзину с грязным бельем и мусорку Вот такая копточка с собачками Прямо такое все большое Блин, вообще так долго болею, капец Никогда, короче, столько не болела Как вот Как забелеменела, родила То есть иммунитет, ну, реально Заметно хуже стал Заказала, как всегда, носочки Мы их любим Короче, планировала вообще по-другому этот бокс снимать Но я подготовила несколько тем для разговоров И у меня был план того Вообще, как будет проходить этот супер насыщенный, интересный влог В итоге все, конечно, из-за болезни пошло не по планам Ну, не прям все, все Просто я планировала снимать распаковку с мамой, болтать О чем-то, какие-то вопросики задавать Знаете, такое Интересненькое дело Делать, а не просто очередная распаковка Где я одна Классные носки Потом мы должны были пойти на гендер-пати Я с вами делилась Нас пригласили 27-го на гендер-пати Ивета И я уже ей написала еще вчера По-моему, если не позавчера Ну, короче, написала, что мы точно не придем Что мне очень грустно Я думаю, мне больше грустно Что мы не придем, чем ребятам Потому что я, я думаю, вы видели, как я хотела пойти на такой праздник Потому что это реально настолько всегда трогательно И просто познакомиться, конечно, с ребятами я бы очень хотела Потому что у нас все никак не получается Тогда они улетали на днюху Ани А в этот раз мы заболели И грустно Потому что даже если гипотетически представить Что как раз послезавтра Ну, мне точно будет уже хорошо То есть я точно уже буду спокойно ходить, общаться с людьми С мамой там пересекаться Но про Славу не могу такого сказать Не знаю И, ну, просто все равно есть риски Все-таки мы идем на праздник беременной И там наверняка будут дети И, конечно, не дай бог заразить Вот такую курточку заказала Анюте На осень, на весну Я думаю, вообще классно Отстегивается капюшон Еще я заказывала Виве корм из Турции Слава богу, он пришел Потому что Вива уже реально голодать начала Да нет, конечно, она не голодала Но я ей заказала другой корм Той же фирмы Только другой вкус Она не стала есть Вот такая классная футболочка У нас, конечно, дофига так вещей у Ани Но это уже, кстати, на вырос Поэтому, в принципе, получается, что не дофига Одного размера не дофига Я стараюсь брать, ну, такое Чтобы надолго хватало Так, тут что-то, кажется, мое Вольная, обычная сумочка Понравилось то, что в нее много может поместиться И как будто бы за нее не так можно сильно переживать Как за какую-нибудь дорогую брендовую сумочку Хотя, если бы вы видели, как я хожу с сумкой Миу-миу или миу-миу, которые Вы бы офигели Потому что она стоит столько А я вообще швыряю ее куда только вижу Постоянно нахожусь на перепутье каком-то Типа вообще не прикасаться к брендовым сумкам Очень аккуратно с ними ходить Или наоборот пользоваться вещами Нафига они просто лежат И я над ними еле дышу И стараюсь пользоваться вещами именно И думать о том, что я их покупала Не для того, чтобы они просто лежали в шкафу Из-за того, что они там дорожные Типа, знаете, все равно Чем вещь дороже, тем к ней другое отношение И с одной стороны, наверное, это правильно А с другой стороны и неправильно Потому что, например, вот эта сумка из Зары Ну, как бы, она понятна, что Дофига сильно дешевле, чем Там, какая-нибудь брендовая дорогая сумка И когда я эту сумку, например, заказывала Думаю так, ну к ней у меня понятное уже отношение заранее Буду ее швырять вот так вот направо-налево Ну, не знаю, нет Буду стараться так не делать Чуть немножко она, конечно, такая помягенькая Хочется модничать, но я, как обычно Столько всего беру, покупаю, себе заказываю А в итоге нифига не ношу Мама со мной делится Фотками Типа кушает, потом спит Кстати, это не то, чтобы я маме пишу каждые там полчаса Потому что что-то там не доверяю Или сомневаюсь А просто я скучаю по Анютке Хочу знать, как проходит ее день И мне непривычно без нее вообще Вот как-то на днях мама тоже забирала Аню Как раз у меня активная фаза болезни была И с одной стороны, как будто прикольно весь день провести Ну, типа как раньше Когда ты можешь лежать, убираться, разбираться Ну, что хочешь, короче, делать В телефоне, я вот смотрела Выжить в Дубае, Слава ко мне присоединился И мы уже, так как третий сезон Это, оказывается, третий сезон Который вот сейчас идет Он еще не вышел до конца Еще не вышли серии дальше Мы решили смотреть первый сезон Вот Уже, можно сказать, нам пару серий осталось Я поняла, почему я эту сумку еще взяла Потому что мне очень понравились вот такие туфельки Я взяла себе еще вот такие туфельки Я говорю, типа, блин, конечно, прикольно Вот так вот вдвоем Но как будто уже не то Как будто бы все равно И скучно уже немножко вдвоем Потому что я уже не могу без Анютки И не знаю Иногда хочется, конечно, отдохнуть Просто вот реально не париться Знаете, не думать о том, что так Надо сейчас, чтобы ребенок фигню не страдал Надо покормить, надо поиграть Надо там искупать, надо погулять Ну, то есть, понятно Все это понятно Но все равно Уже не представляю, как без нее Так, такие туфли Я могла сначала, конечно, померить Прежде чем всякие бирки отрезать Но не хочу У меня тут стоит Покупка Которую свершила вчера К нам вчера приходила Наша клинир-девушка убирать Я специально заранее к ее приходу Сделала три стирки Чтоб все высохло Повесила все в комнате Включила кондиционер Чтоб точно все высохло Чтоб, когда она пришла к нам Чтоб все погладила Что высохло, понятное дело Вот, в итоге Ну, класс, слава богу Сядет по плану Вот, в итоге, прикиньте, что Делаю в каком-то магазине заказ Специально из-за этого Специального карандаша Мне там ничего не надо Ну, я заказала салфетки Чтоб там какие-то Ну, для дома магазин И что вы думаете? Привозят все Кроме этого карандаша Я такая Чаааа Ну, короче, я не знаю Не оказалось его там у них Почему-то они его удалили Мне из-за заказа Я офигела Ну, в итоге Понятно, что наша девушка Просто ушла Вот Потом я заказала из другого магазина пришел этот карандаш. Я вчера планировала, накрасила для того, чтобы снять рекламу. Мне нужно снять несколько проектов до того, как мы улетим. И сегодня тоже надо снять кое-что. Короче, накрасилась, все. Достаю одежду, которая должна быть, и понимаю, что футболка мятая, мне нужно ее погладить. Думаю, блин, ну ладно. Все-таки буду я сама чистить утюг в первый раз с этой штукой. Гладить, ничего страшного. Начинаю чистить, и я понимаю, что какая-то фигня. Мне наша девушка рассказала, как это сделать, и я, ну, посмотрела, там все понятно, просто. Берешь этот карандаш, ну, включаешь утюг, он нагревается, берешь этот карандаш, прижимаешь, он течет, и как бы все, потом очищаешь. У меня, короче, не получалось, не получалось, то есть он течет, все, но чище не становится. Запах по квартире ужасный стал, тут прям аж дым. Я все там проветрила, открыла, ну, короче, ни хрена у меня не получилось, стал утюг только хуже. Да, может, я что-то сделала неправильно, все равно, когда к нам придет в следующий раз наша девушка, я ее попрошу продолжить это занятие, может, у нее получится, но я психанула вчера и заказала утюг, который давно себе хотела. Хотя наш тот тоже хороший, но у меня давно уже были мысли обновить утюг, хотя наш, опять же таки, скажу, хороший. Ну, правда, все ноги в синяках, потому что я постоянно куда-то втыкаюсь, удаляюсь. Ну, так, прикольно, что. Необычный цвет, острый каблук, тоже необычный, с джинсами, с какими-то, с футболкой, с той сумочкой, мне кажется, должно быть прикольно. По плану должен был Слава Виву отвезти на стрижку, но придется везти мне. Я на стрижку Виву не возила и не водила. Не, водила в прошлый раз как раз рядом с домом, но сегодня повезу, не рядом с домом записала ее. Очень давно всегда возит Слава, раньше всегда я возила, но как родилась Аня, то понятно, что я с Аней, а Слава возит, водит. Так, был у меня такой вопрос, как же выводить деньги с Ютуба. Так, покажите тоже ссылка. Что интересного? А то, что я теперь, когда загружаю видео на Ютуб, у меня уже нет возможности выбрать видео, там, включить монетизацию или нет. То есть все, все, теперь никогда, ну, везде не будет монетизации. Такая сумка. А, вот, я про эту сумку думала, что она как мешок, а та вообще другая. Вот такая сумка. Не знаю, кому-то не понравится, но вот мне нравятся такие сумки. Во-первых, в них много чего помещается. Ее как-то вот так я еще видела там носили. Ну, да, там, может, более модно это выглядело. Короче, какая-то она там такая задумка была. Не, наверное, тупо, да? Или не тупо? Короче, смысл в том, что она, вот она прям такая, вот прям мешок. Мне нравится такой расслабленный фасон, такой расслабленный стиль. Тем более, что я мамочка, которой надо быстро что-то напихать, бежать, бежать, бежать. Поэтому это вообще, ну, откликается. Знаете, я иногда думаю, вот не буду себе покупать там масс-маркет, именно сумки, например, потому что на обувь мне как-то пофиг. Не знаю, вообще, мои самые любимые кроссовки это кроссовки New Balance, они просто как тапочки. Любимые. Я в одних только в них хожу, мне кажется, хотя у меня обуви тоже много. Даже лучи не могут сравниться с New Balance. Они, конечно, в чем-то прикольные такие, но не сказать, что они все удобные. Вот. Думаю, не буду покупать сумки масс-маркет, у меня же дофига сумок, надо их носить. А потом иногда думаю, блин, ну есть же прикольные, зато их часто можно менять, потому что на каждый там образ разного цвета не купишь брендовую сумку. Ну, во-первых, это денег дофига. Во-вторых, у меня еще нет гардеробной. Шикарный. Так. Мне намного больше заставляет удовольствие покупать вещи ребенку. Вот такая вот куртка заказала Ани, да, она темная. Я хотела что-нибудь другое по цвету, не помню, там какой-то, по-моему, выбор был, но не из того, что мне бы больше понравилось. Тоже 92-й. Ну, я думаю, что это такая, типа зима прям. Не знаю, посмотрим. в любом случае. Мне кажется, что у Монтика такая же. Если я не ошибаюсь, может, ошибаюсь. Не помню. Тарина что-то такое выставляла. Но, так как мы в одних и тех же магазинах закупаемся, вполне себе вероятно. Вообще, я бывает беру Аню вещи из раздела для мальчиков, но я это делаю ну, не прям специально, просто они мне нравятся. Ну, что там, в футболке, там даже в том же детском мире, я бывает беру вещи Ани с какими-то динозаврами, а они висят там, где мужские, ну, для мальчиков вещи. Ну, я думаю, вообще пофиг. Тем более, в футболке, ну, ничего такого в этом не вижу. Ну, короче, про куртку пока ничего сказать не могу, потому что надо мерить, но понятно, что она сейчас будет Аней Велика. Ну, как бы я рассчитывала, что как раз почти через 3-4 месяца может она ей будет вообще супер. Так, вот такая вот футболочка, такая плотненькая достаточно. Вообще интересно посмотреть сейчас, как Аня будет расти, потому что она так-то вообще-то быстро растет, но в какой-то момент она должна перестать так быстро расти и набирать. Мне кажется, она уже не набирает много, мне кажется, она уже больше вытягивается. вот, и иногда я замечаю, мама тоже замечает, так вот, говорит, что сейчас у нее уже не будет сейчас такого прямо аппетита, потому что в какой-то момент дети замедляются в том, что набирают вес, типа все так. Ну, посмотрим, что я там спрашивала у подписчиков, там, сколько вашим детям было, или сколько там, да, было вашим детям, когда они весили, там, ну, примерно 20 килограмм, тут 6 лет, ну, то есть, вообще, долго до этого, ну, то есть, я имела в виду, что там коляска рассчитана на 20 килограмм максимум, и понятное дело, что, ну, я смотрела там видео какое-то, ну, и вообще, я не думаю, что Аня захочет там в 3 года в коляске сидеть, я уверена, что нет, потому что, по-моему, что-то до 3 лет коляска, ну, даже вот сейчас Аня, по сути, в коляске, ну, немного сидит, ну, спит в коляске, ну, да, чуть-чуть может посидеть, пока мы гуляем, идем от точки А в точку Б, там где дорога, еще что-то, но, по сути, мы стараемся, чтобы Аня больше гуляла, играла, сама ходила ножками, поэтому могу сказать, что, конечно, думаю, еще максимум год, а то и меньше, и коляска нам уже, я думаю, вообще не понадобится, только для каких-то там, если далеко куда-то пошел, поехал, то да, вот такие штаны, светленькие, потому что у нас постоянно вот именно штанишек нет, и я часто Аню в лосины одеваю всякие, это прикольно, классно, но как будто бы она все-таки растет, уже хочется там штанишки такое, более серьезное, плюс все-таки в лосинах скоро уже будет не так тепло, а тут можно под штаны и колготки одеть, так, вот Зара, из Зары тоже я много заказывала, и обувь тут, ура, что-то наконец-то интересное, какие заказала кроссовки, Анютки, какие стильные, мама меня, это точно не для песочницы, хотя я, мама как-то пришла, говорит, у тебя есть что-то другое, там кофту я какую-то красивую, она говорит, что в этом песочницу, я говорю, ну и что, ну постирается, так, это 23 размер, ну сейчас у Ани получается, в данных, да, 21, просто некоторые, некоторая обувь, маломерки, и вот, например, из H&M я заказала Ане 21 размер кроссовки, и они прям, ну то есть, вот сейчас ходишь чуть-чуть еще, и все, поэтому я взяла 23 на всякий случай, я подумала, что да, конечно, сейчас будет осень, зима и так далее, но мы же будем все равно куда-то ходить, в торговый центр, в торговый центр, в детский клуб какой-то, не знаю, поэтому все равно, как бы помимо каких-то теплых ботинок на зиму, нужны и такие какие-то кроссовочки, плюс я, опять же таки, не знаю, как ноги у детей растут, насколько быстро, а может быть нам еще их там на весну хватит, но учитывая, как она сейчас растет, то как будто бы не хватит, вот такие классные, стильные, модные кроссовки, это такие на выход в ресторан, например, не в песочницу, ладно, не в песочницу, так, заказала вот такую кофту, потому что мне показалось, что у нас таких не очень много, таких, мне кажется, у нас вообще нет, именно на молнии, такая просто классная кофточка, я прикинула, что мы с Анюткой такие на спорте, запрыгиваем в автомобиль, она в своих модных кроссовках, в этой кофте, в жилетке, мы с ней куда-то едем, на шопинг, на вкусные стулачка, сусим, так что вот такая вот классная кофточка, тут написано вообще 2 года, 92 размер, это 2 года, то есть она сейчас, ей прям оверсайз, эта кофта будет, и в этом тоже есть какой-то прикол, потому что ее нам вообще надолго должно хватить, я заказала огромное количество классных, ярких футболов, какие-то 100% из коллекции для мальчиков, но мне пофиг, потому что мы обожаем динозавров, Анютка любит динозавров, и просто яркие, прикольные футболочки заказала, здесь так, сзади так, ну, нитки, вообще, надо взять этот, зажигалку и прижечь, прям вообще нитки ужасно торчат, да, как вам показать, видите, это ужас, видела как-то комментарий, то, что, что ты так восхищаешься вещами, там, из H&M, Zara, типа, качество у них вообще фигня, я согласна, что, не сказать, что это просто вышка и топ по качеству, но вещи прикольные, яркие, чем-то они мне нравятся, ну, да, на всех вещах бывает что-то где-то как-то, вот такая кофточка тоже с динозавром, а еще, какие плюсы, что вот эти все вещи я планирую сохранить для нашего второго ребенка, и есть у меня чувство, что наш второй ребенок должен быть мальчик, хотя я, короче, вот как-то, знаете, с первым ребенком, вот у меня было волнение, мальчик и девочка, хотя говорят наоборот, ну, должно быть пофиг, потому что, ну, на самом деле, правда, не важно, главное, чтобы ребенок был здоров, это 100%, но, если думать о том, что он точно должен быть здоров, пусть будет здоров, самое главное, а вот уже второстепенно поразмышлять мальчик-девочка, то, вот для меня было важно, чтобы первая дочь была, вот я прям очень хотела, и, я не знаю, какие были бы у меня эмоции, вот в первый раз, да, когда я еще не родила ни одного ребенка, если бы я узнала, что у меня будет сын, я думаю, что, типа, расстроилась бы я? Вопрос. Возможно, на долю секунды я бы подумала, то, что я же мечтала, чтобы у меня первая была дочь, чтобы у меня было, как у моей мамы со мной, но я уверена, что, ну, это все вообще ерунда, и потом, когда бы у меня родился сын, я бы думала, что это вообще, как я могла думать, что я могу расстроиться, потому что я уверена, так у всех мам, а теперь что-то на девчачьем, наконец-то, мне кажется, иногда люди реально думают, что за хрень, у тебя же девочка, а мне кажется, у нас Анютка такая пацанка, она как я, я тоже была такой пацанкой, у меня всегда в друзьях было много мальчиков, поэтому, из-за ее какого-то характера, наверное, иногда, мне даже самой нравится, чтобы она там с динозаврами играла, потому что вот прям, ну, видно, что у нее это откликается, а вот Барби, такая футболочка прикольная, и вот такие вот штанишки, лосинки, такая вот футболочка, это все Зара, то, что я сейчас показываю, я обожаю все эти детские вещички, потому что для меня это, какой-то, не знаю, отдельный пункт материнства, умиляться своему малышу в милых футболочках, вот такое, такая футболочка, с какими-то уточками прикольными, так вот, все пытаюсь рассказать про YouTube, в названии видео, я написала такое, кликбейт, но это не кликбейт, короче, это просто трэш, ну, возможно, кто-то мне сейчас напишет, Юля, ты дура, был реально крутой способ, легкий, мы все им пользуемся, мы уже все разбогатели, вывели свои деньги без потерь, ладно, пока покажу футболку, такая вот спереди, такая вот сзади, классная, яркая, коричневая, стильная футболка, короче говоря, несколько у нас было вариантов, как постараться попробовать вывести деньги с YouTube, с AdSense, куда приходят за монетизацию, у меня там накопилось 9000 долларов, хорошая сумма, очень приличная сумма, я ее долго не снимала, то есть они просто копились по чуть-чуть, по маленечку, копились, копились, и, ну, я их не трогала, потому что, ну, что, вот я рассказывала в прошлом влоге, позапрошлом, что мне снимать деньги, если там комиссия 50 тысяч, ну, там, типа, накопилось у меня 100, условно, тысяч, зачем мне снимать их, чтобы у меня снималось со 150, я лучше подожду, когда у меня будет, там, не знаю, там, 500 тысяч, и я сниму 450 себе, ну, то есть, приятно же, лучше реже снимать, чтобы меньше потерять, вот, я, поэтому их не снимала, не снимала, и мы со Славой пытались найти способы, варианты, какие-то другие карточки привязать, лично у нас не получилось, потому что Свифт, ну, короче, YouTube, они же как бы стопудово просекли фишку, что российские пользователи захотят как-то, я могу ошибаться, это просто мои догадки, может кто-то более знающий поделится своим мнением в комментариях, они просто поняли, что российские пользователи захотят как-то вывести свои деньги без потерь, обойти систему, ее всякой файфовать, и просто наслаждаться этой жизнью. И поэтому, из-за того, что у меня российский аккаунт, российский отцент, все зарегистрировано, ну, так-то, так-то, карточки зарубежных банков, они не проходят у меня, то есть, я не могу ввести реквизиты карточки, например, ну, другой страны, скажем даже так, грузинской, не грузинской, неважно, не смогу, потому что там просто, ну, типа, свифт-код вот этот, он не подходит, то есть, ну, не то, не то, не то, не то, не то, не получается, не получается, и я еще с несколькими ребятами советовалась, у них тоже там есть карточки других стран, и у них тоже не получалось, ну, потому что вот именно другая страна, карта другой страны, ну, то есть, понятно, что все там, не просто так, и мы просто со Славой пришли к выводу, что, ну, YouTube не позволит мне снять деньги на карточку другой страны, потому что у меня, типа, российский отцент, и я должна вводить только на карту российского банка, ну, короче, именно SWIFT код должен быть моей страны, когда мы это поняли, мы решили не бороться с этой системой, потерять много денег, как бы это грустно не было, да, получается, что 400 тысяч мы потеряли, почему? Потому что оказалось, ну, вы про, ну, мы об этом знали, и пошли на это с какими мыслями, лучше потерять 400 тысяч, чем там 800 с чем-то тысяч, хоть что-то, свои братья, тупо, тупо, но я, на самом деле, давно уже забила монетизацию, и если бы вдруг так вышло, что эти бы деньги просто у меня забрал бы YouTube, они бы куда-то там растворились, я бы подумала, типа, ну, понятно, но я как будто бы на них особо планов не строила, потому что, потому что у меня были мысли, что вообще так могут сделать, и просто какая-то информация появилась о том, что Аценз всех уже закрывает, блокирует, и такое, типа, выводите деньги, если они у вас там есть, и пока-пока. Поэтому просто счет шел на часы, можно сказать, не на дни. Велика вероятность, что сегодня, типа, 25 числа, это вообще последний день, когда можно вывести свои деньги с YouTube, может это не так, вообще, я всем могу не знать, о чем я говорю, вот такая футболка, разбавим немножко, два сферу, вот такая вот, прикольная яркая футболка. Мне, конечно, грустненько, потому что это хорошие, большие деньги, которые нам бы, конечно же, очень пригодились, и в ремонтах, и в поездке, ну, короче, но, что уж говорить, реально, лучше хоть что-то забрать, чем вообще потерять все, потому что я уже знаю такие случаи, как, ну, кому-то просто, там, лежали деньги, заблокировали вообще, отцены все, и даже не дали возможности вывести какие-то деньги. Вот, и мы просто приняли такое решение, что, реально, лучше хоть чуть-чуть забрать деньги, ну, чуть-чуть, половину хотя бы забрать, ну, короче, у карточки, у которой сначала была маленькая комиссия, которая у меня есть, российская, маленькая комиссия, потом 50 тысяч комиссия за снятие, теперь стало 50% И я пошла на это И надеюсь, что Не ошиблась Хотя я уверена, что есть какие-то другие способы 100% Есть без потери, но Из-за того, что у меня был страх Что меня могут заблокировать Я вообще не смогу ничего снять никак Даже 50% Я решила ничего не ждать И просто реально рискнуть Потому что потерять все деньги Мне было бы обидней, чем 50% Хотя это очень большая сумма Ну, короче, вот такой шок В общем, ладно, вот такая вот футболка Просто белые футболки Так что прикиньте, да? Теперь с ютуба заработать вообще нельзя Только на рекламных интеграциях Конечно, кто думает, нафига нам столько футболок У нас же еще и дома есть много футболок Но с учетом того, что Аня их может носить Еще в 2 года и 2,5 Ну, типа еще год А то и даже год и там 2 месяца То как будто бы вообще норм Стоподолу еще буду покупать Потому что я по-другому же не могу Вот такая классная стильная куртка Но это вообще Это чисто с папой по району гулять Кушать сухарики Пить пятиколу Офигенная Очень мне нравится На пуговичках такая С капюшончиком, который отстегивается Классная теплая курточка Я думаю, она вообще и сейчас И ближе к... Ну, и осенью Сейчас, конечно, тепло еще Ну, типа осенью Весной Прикольно, мне нравится Так, это что? А, это я себе из Зары заказала Нифига себе Я ее забыла Я себе дожковку заказала Под тупле И под сумку Она заказала себе вот такой винный кардиган Не знаю, насколько я хорошей сделала выбор Но у меня что-то такого захотелось Я просто представила, что это должно быть Как будто бы красиво Я могу ошибаться Конечно Блин, мне кажется, я больше заказываю Цвет красивый, но как будто это не мой цвет Если бы она была изумрудная Зеленая Это был бы мой цвет Мне не нравится Я уже забыла, какого цвета я заказывала Все, вспомнила Там просто есть два выбора Вот такой классный здесь Этот самый Наливать водичку Ух, какой-то синий Короче, да, я буду разбираться Но, в общем, вот так Тут насадка вот такая Ну, посмотрим Очень интересно Посмотреть, как он будет гладить Так, ребята Вот я ему в автомобиле Вот такая Вива сейчас Вив, покажись Вот такая вот Вивочка Получилась Я ее забрала Сейчас мы около салона чуть-чуть гуляем Так, ребята Хочу с вами попрощаться Я думала, что Распаковка вещей Это будет какой-то Отдельный блок Вообще, я не знаю, как поступить Как так У меня слишком длинное видео получится Или фиг с ним, да И пусть получится длинным Короче, у меня ужасное состояние Было вчера Я весь день Я сходила на маникюр А потом просто спала дома Мне было плохо И я не понимала В чем дело Просто днем вырубилась Я не смогла ничего сделать Из того, что я планировала И сегодня половину дня Тоже пролежала в кровати В каком-то ужасном состоянии И только к вечеру Смогла найти в себе силу Собирать чемодан И хорошо, что Все эти дни Моя мама забирает Анюту К себе Они гуляют И это потому, что мы и болели И надо было куда-то там поехать И работать, и дела И собирать чемодан Ну, короче В общем, состояние у меня было ужасное И сегодня я выяснила причину Оказалось, дело в том Что у меня было высокое давление Даже пила таблетку Я не знаю, почему так Мне до сих пор не очень хорошо Странное такое состояние Но при этом Вариантов нет Надо работать, делать дела Вот И этот влог планирую Демонтировать сама Первая часть Это мне смонтировала моя девочка А распаковку, наверное Придется мне монтировать самой Вот Чтобы этот влог точно вышел Когда я уже буду в Грузии И чтобы вам было что посмотреть Ну и ладно Что он будет длинным Надеюсь, вам понравится В общем, спасибо большое всем за просмотр Я уже в Грузии Надеюсь, что у нас все хорошо Потому что наш самолет Перенесли на 9-10 В половине часов Мы сегодня об этом узнали Завтра мы должны были лететь В 2 часа дня А в итоге полетим ночью Типа в 11-30 что ли И это меня очень сильно расстраивает Потому что полет Уже не будет таким Лайтовым Как я себе там придумала Вот Потому что Да, Аня может быть и будет спать Но это значит, что мы не будем нормально спать Там к 5 утра только будем Я даже не знаю Во сколько мы там Во сколько мы прилетаем Ну короче, очень поздно Мы Окажемся В кроватках Пока разберемся Все равно Самое главное Что просто Мы долетели Чтобы все было хорошо Вот Ну и конечно Мы получается теряем Полдня практически Который мы могли бы провести С кайфом В Грузии Уже гуляя по Батуми Вечером Ну значит так Наверное должно быть Не знаю В общем Все Надеюсь, что все будет хорошо Следите за всеми новостями В Телеграм Подпишитесь Всех люблю Целую, обнимаю Будьте счастливы Здоровы И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok